Можно вводить по одному бесконечный ряд предметов, фигурировавших в описываемом месте. Но правдивым описание станет лишь тогда, когда писатель определит два предмета, установит их связь в искусстве, схожую в чем-то со связью закона противодействия, и поймает ее в крепкие сети изящного стиля. Когда, подобно жизни, он сопоставит свойства, общие для двух ощущений, и высвободит их единую сущность, увязав одно и другое, чтобы уберечь от превратности времени в метафоре. С этой точки зрения разве не сама природа наставила меня на путь искусства? Разве не она стояла у истока, зачастую дозволяя мне познать красоту вещи лишь много времени спустя и лишь через другую вещь? Комбрейский полдень, в шуме его колоколов, донсьерские утренники, в бульканье батарей. Связь бывает не слишком занятна, предметы заурядны, слог плох, но если ее нет, значит нет вообще ничего. Но было и нечто большее. Если бы реальность соответствовала подобным отходам опыта, почти тождественным у каждого, потому что когда мы говорим плохая погода, война, стоянка, освещенный ресторан, цветущий сад, всем ясно, что мы хотим сказать. Если бы реальность в этом и заключалась, то, быть может, было бы довольно и своего рода кинематографические фильмы о вещах, а стиль и литература, уводящие от простой данности, стали бы искусственной вставкой. Но что бы осталось от реальности? Если бы я пытался осознать, что происходит на самом деле в ту минуту, когда что-то производит на нас впечатление, хотя бы тогда, когда я проходил по мосту над Вивоной, и тень облака на воде исторгла мой восторженный крик «Черт побери!» и я запрыкал от радости. Ибо когда, вслушиваясь в речь Бергота, то, что я вывел из собственного от нее впечатления, особо ни к чему не относилось. Это восхитительно. Либо когда Блок, взбешенный чьим-то дурным поступком, говорил совсем уж неподходящие к столь заурядному приключению слова, чтобы так вести себя, это просто фантастика. Либо когда я, опольщенный знакомством с германтами, и к тому же слегка одурманенный вином, не мог удержаться, чтобы не произнести в полголоса, оставшись наедине с собой, все-таки эти люди незаурядные, и было бы славно дружить с ними всю жизнь. Я полагал, что эту самую важную, единственно правдивую книгу настоящий писатель должен в расхожем смысле не выдумывать, поскольку она уже написана в каждом из нас, но переводить. Долг и задач писателя — суть долг и задача переводчика. Помимо тех случаев, касающихся, в частности, неточного языка самолюбия, когда коррекция неискренней внутренней речи, которая чем дальше, тем больше удаляется от исходного и главного впечатления, еще не совпав с прямой исходящей из впечатления, довольно затруднительно, поскольку ей противится наша леность. Бывают и другие случаи, относящиеся, например, к любви, когда такое спрямление становится мучительным. Коррекция неискренней. Игра слов. Дословно выпрямление кривой. И приводя обратно к истине всю эту нашу напускную безучастность, возмущение ее ложью, такой естественной и столь сходной стой, какую мы сами практикуем, одним словом, все, что мы безостановочно, всякий раз, когда мы несчастны или нам изменяют, говорим не только любимому человеку, но даже в ожидании встречи с ним, без конца повторяем самим себе, а подчас и вслух, в тишине комнаты, разорванной каким-нибудь. Нет, все-таки подобные поступки невыносимы. Или я хотел бы встретиться с тобой в последний раз, и я не могу отрицать, что это причинит мне боль, на ощущаемой нами истине, от которой все это так отдалилось. Мы расстаемся с самыми дорогими иллюзиями, созданными в одиночестве, в лихорадочных набросках писем и поступков, в ходе страстной беседы с собой. Даже в художнических удовольствиях, к которым мы стремимся, рассчитывая все-таки извлечь из них впечатление, мы едва представится возможность, поскорее откладываем в сторону, за невыразимостью, впечатление как таковое, но цепляемся за все то, благодаря чему можем испытать удовольствие, хоть и не успели еще прояснить его, и верим на слово всяческим любителям, слова которых нам внятны, потому что мы говорим с ними о чем-то общем, исключив индивидуальный корень личного впечатления. В те минуты, когда, совершенно отстранившись, мы наблюдаем за людьми, думаем о любви и о сути искусства, поскольку всякое впечатление удвоено, заключено отчасти в самом предмете, а также в той части, которая единственно доступна нашему разумению, продолжена в нас самих, мы решительно пренебрегаем этой второй, ею, за которую только и можем уцепиться, остановив внимание на первой, хотя и не можем ее усилить, потому что она находится вовне. Впрочем, она нас не тяготит. Слишком уж сложно разглядеть царапину, думаем мы, оставшуюся в душе от взгляда, брошенного на боярышник или церковь. И мы наслаждаемся симфонией, мы снова и снова возвращаемся к церкви, пока в этом стремительном бегстве от жизни, именуемом эрудицией, осознать природу которого у нас не хватает духу, мы не станем сведущи в этом, как ученейшие, музыковеды и археологи. Сколь многие довольствуют с такой жизнью, ничего не выводя из своих впечатлений, и стареют, бессильные и неудовлетворенные, словно целебатники от искусства. Они страдают, как девственницы и ленивцы. Их исцелило бы плодоношение и работа. Произведения искусства возбуждают их сильнее, нежели настоящих художников, и их экзальтация, не будучи плодом тяжкого пути в глубину, проявляется вовне, и она распаляет их речи, румянит лица. Им кажется, что они совершают деяния воя до хрипоты «Браво, браво» после исполнения любимого концерта. Эти изъявления не побуждают их прояснить природу своего чувства, но она им неизвестна. Изъявления – они же симптомы. Пруст последователен. Он не стал бы раздраженно брюзжать, если бы эти люди действительно не стояли ему поперек дороги. С одной стороны, любители являются финансовой основой любого искусства, с другой – своими восторгами и непониманием они его дискредитируют. То, что в результате они искусство и покупают, ввергает художника в рыночные отношения, к которым он приспособлен так человек, но к которым не приспособлено его искусство. Они толкают его в кинематограф. Искусство, рестораны, стадион – разом. И однако, оставаясь невостребованной, она будоражит даже их самые спокойные разговоры, сводит судорогой руки, головы, лицевые мышцы. Стоит только им заговорить об искусстве. Я вчера был на концерте, и то, что там играли, меня ей-богу не задело. Но тут начался квартет. И, мать честная, пошло такое! Лицо любителя в этот момент тоскливо и беспокойно, словно он думает, «Паленом ведь тянет! Искры летят! Пожар, пожар!» «Боже мой, что я слышу! Это раздражающе плохо написано, но это великолепно, и это не для нас!» Сколь бы такие всплески ни были смешны, однако чем-то они и показательны. Это первое приближение природы к художнику. Эти проявления бесформенны и не приспособлены к жизни, как первые предшествовавшие нынешним видам животные, которым не суждено было дожить до наших дней. Слабовольные, бесплодные любители должны вызывать в нас то же умиление, как первые самолеты, не способные летать, но в которых таилась еще невозможность, оставшаяся нераскрытой, но уже воля к полету. И старик, добавляет любитель, беря вас под руку, восьмой раз я уже слушал это, и так, думаю, что не последний. В самом деле, не усваивая питательные основы искусства, они нуждаются в художественных радостях постоянно. Они страдают булимией, и им неведомо насыщение. Так они хотят аплодировать долго, беспрерывно, одному и тому же сочинению, кроме всего прочего, полагая, что своим присутствием выполняют какой-то долг, совершают деяния, как иные считают обязательным присутствовать в совете администрации или на похоронах. Потом появятся другие, в чем-то несозвучные этим сочинения, будь то в литературе, живописи или музыке. Ибо способность изобретать идеи и системы, в особенности усваивать их, всегда встречалась чаще, даже среди тех, кто творит, чем подлинный вкус. И она стала повсеместно с тех пор, как расплодились обозрения и литературные газеты, и с ними искусственные вакансии писателей и художников. Вот и выходит, что лучшие, умнейшие, бескорыстнейшие из юноши оказывают в литературе предпочтение исключительно произведениям, имеющим высокое моральное, социологическое и даже религиозное значение. Они вообразили, что именно в этом заключен критерий ценности произведения, тем самым постоянно множа ошибку Давидов, Шеноваров, Брюнетьеров и так далее. Давид Жак-Луи 1748-1825 французский художник Польша Навар 1807-1895 французский художник Фердинанд Брюнетьер 1849-1906 Критик, историк, теоретик, издатель Ревю Де Демон с 1893 по 1906 год Берготу, самые красивые сентенции которого требовали несколько более глубокого погружения в себя, они предпочитали писателей, которые казались более тонкими лишь потому, что писали хуже. Запутанность его письма предназначена только для людей света, говорили демократы, оказывая тем самым незаслуженную честь светским людям. Но как только рассудочная натура принимается судить о произведениях искусства, нет больше ничего незыблемого, определенного и можно доказать все, что угодно. Тогда как талант есть благо самоценное и универсальное, и на наличие его под сенью приходящей моды на мысли и стиль должно прежде всего обращать внимание, критика же, вместо того расставляя авторов по ранжиру, основывается лишь на моде. Исходя из безапелляционности своей позиции и демонстративного презрения к предшествующей ей школе, критика называет пророком писателю, которого нет ни одной новой идеи. Критика заблуждается так часто, что писателю остается лишь предпочесть ей суд большой публики, если бы последняя не выказывала свою неспособность понять даже то, что художник предпринял поиски в области для нее недоступной. Ибо между инстинктивной жизнью публики и талантом большого писателя больше сходства, ведь талант — это инстинкт, которому он благоговейно внимает среди тишины, объявший весь мир, чем между ним и поверхностными разглагольствованиями и изменчивыми принципами штатных знатоков. Их словоблудие обновляется из десятилетия в десятилетие, ибо этот калейдоскоп составляют не только общественные слои, но и социальные, политические и религиозные идеи, приобретающие мгновенный размах благодаря преломлению в широких массах, однако ограниченные, несмотря на то краткостью жизни идей, новизна которых может обольстить лишь умы, малоинтересующиеся доказательствами. Так сменялись партии и школы, выбирая в себя одних и тех же людей с относительными способностями, обреченных на пристрастие, от которых уберегли бы себя более щепетильные, более требовательные к доказательствам умы. К несчастью, именно потому, что первые всего лишь полоумны, им необходимо дополнять себя каким-нибудь действием. Стало быть, они активнее высоких умов. Лишь полоумны, то есть они не извлекают впечатления из предмета. Они притягивают к себе толпу, и через то возникают не только дутые авторитеты и ни на чем не основанные высокомерия, но также гражданские и внешние войны, в то время как немного пор-руяльской самокритики смогло бы от всего этого упасти. Пор-руяль – женский монастырь недалеко от Парижа, центр генсинистской активности. Самокритика, по крайней мере здесь, относится в том, что касается само, к Паскалю, а критики к Антуану Арно, согласно которому в основе всех языков лежит единая идеальная логическая схема, которую не ведают, продолжает Пруст, опасные и полоумные деятели. Возможно, он подразумевает русский подтекст. Наслаждение, которое вызывает в высоком уме, подлинно живом сердце, прекрасные мысли какого-то метра, безусловно, явление вполне нормальное. Но как бы ни был утончен человек, нашедший в этой мысли что-то свое, а сколько их может набраться за 20 лет, она умаляет его самого до такой степени, что он становится лишь продолжением мысли другого. Если такой человек изнемог в усилиях снискать любовь женщины, которая только и делает, что приносит ему несчастье, и даже не добился, несмотря на многолетнюю осаду, одного свидания с нею, то вместо того, чтобы попытаться выразить свои страдания, опасность которой избежал, он без конца перечитывает, подводя под нее все приходящие на ум слова и волнующие воспоминания жизни, мысль Ла-Брюер. Ла-Брюер Характеры, а сердце шестнадцатое. Люди зачастую стремятся к любви, но удача не сопутствует им. Они устремляются к своему поражению и не могут его встретить. То есть, если можно так сказать, они остаются вынужденно свободными. Выражал ли афоризм у написавшего его то же чувство или другое, чтобы оно было тем же, и это было бы более красиво, следовало бы поставить быть любимыми вместо к любви. Совершенно очевидно, что наш чувствительный эрудит оживляет в себе эту мысль и раздувает ее значение, пока она не лопнет. Что он не может перечитывать ее, не преисполняясь радостью, находя ее в высшей степени и истинной, и прекрасной. Но этими эмоциями он не привносит в нее ничего своего, и в конечном итоге эта мысль остается мыслью Ла Брюйера. Может, писавший афоризм имел в виду то же самое, но воссоздание в этом случае почему-то не сработало? Вывод можно сделать следующий. Произведение имеет смысл только для того, кто его творит. Для читателей оно составляет относительную ценность. Можно воссоздать реальность собственными усилиями, но никакая замечательная книга в том не поможет. Это объясняет и извиняет объем работы Пруста то, что роман в какой-то мере стал его жизнью, формой мышления. Да и как вообще опись наблюдений может претендовать на какую-то ценность? Ведь только за мелочами отмечаемыми ею таится действительность. Величие в далеком шуме аэроплана, в силуэте колокольни святого Иларии, прошлое во вкусе печенья и тому подобное сами по себе они ничего не значат, пока мы не извлечем из них реальность. Мало-помалу сохраненная памятью цепь неточных выражений, в которых не осталось ничего от реально пережитого, начинает воздействовать на нашу мысль, жизнь, действительность. Воссозданием этой лжи занимается так называемое искусство пережитого, простоватое, как лишенная красота жизни. Бессмысленный повтор того, что видели глаза, подметил ум, такой скучный и пустой, что по неволе спрашиваешь себя, где же автор, посвятивший себя этому занятию, нашел ту искру, что запустило мотор и двинуло вперед его дело. Пережитого имеется в виду реализм. Руст тоже реалист, но в ином, более старом и более возвышенном, таком французском смысле этого слова. Реальность, даже материальность, грубая вещественность идей не вызывает у него никаких сомнений. Двинуло вперед его дело, автор не переходит на философический язык. Он явно имеет в виду знаменитое умножение сущностей, тогда как сущность только одна и множество предметов может помочь нам только тем, что, складывая их, мы сможем ее определить в виде среднего арифметического. В отличие от того, что господин Ден-Урпуа называл дилетантской игрой, величие настоящего искусства подразумевает обретение воссоздания и познания реальности, далекой от той, в которой мы живем, все более и более устраняясь, когда наше условное, подменяющее ее познание становится медлительней, герметичней, реальности, которую можем так и не познать, умерев, реальности, которые и есть наша жизнь. Настоящая жизнь, в конце концов, открытая и проясненная, следовательно, единственная реально прожитая жизнь, это литература. В определенном смысле эта жизнь не приходящая, присуща всем людям, не только художнику, но она не попадает в их поле зрения, потому что другие люди не пытаются ее прояснить. И их прошлое завалено бесчисленными общими местами, всегда бессмысленными, потому что ум не раскрыл их. Наша жизнь это и жизнь других, ибо стиль для писателя, подобно цвету для живописца, это дело не столько техники, сколько видения. Стиль это откровение, которое невозможно передать через прямое и осознанное воздействие. Откровение о качественной разнице в проявлении мира, разнице, которая осталась бы вечным секретом каждого человека, если бы не существовало искусство. Только посредством искусства мы можем превзойти свои пределы, узнать, что увидели в мире другие. В отличном мире, виды которого остались бы для нас так же неведомы, как лунный пейзаж. Благодаря искусству, вместо того, чтобы наблюдать один мир, мы видим, как он множится, и столько, сколько было самобытных художников, оказывается в нашем распоряжении миров еще сильнее разнящихся друг от друга, чем миры, летящие во Вселенной. и много веков спустя, после того, как потухнет звезда, будь то Рембрандт или Вермейр, до нас еще доносятся ее неповторимые лучи. Работа художника, то есть попытка провидеть за материей опытом, словами нечто иное, прямо противоположно той, которую ежесекундно в течение нашей жизни стоит нам отвлечься от себя, совершают себелюбие, страсть, интеллект и привычка, когда накапливают поверх подлинных впечатлений, полностью их перекрывая перечни и практические задачи, ошибочно именуемые нами жизнью. В целом это запутанное искусство, единственно живое искусство. Только оно выявляет в других и показывает себе самому личную жизнь, неподдающуюся наблюдению, видимое проявление которой подлежат переводу, а зачастую и прочтению наоборот, трудоемкой расшифровки. И работа, проделанная самолюбием, страстью, подражательным духом, абстрактным интеллектом, привычками, будет уничтожено искусством, пустившимся в обратный путь, вернувшимся к глубинам, где погребена неведомая реальность, которую искусство заставит нас найти. Какой соблазн воссоздать подлинную жизнь, освежить впечатление? Но это требует всяческой отваги и даже отваги чувств. Прежде всего надо расправиться с иллюзиями, которыми мы больше всего дрожим, оставить веру в объективность того, что сотворили. И вместо того, чтобы в сотый раз боюкать себя словами «она была так хороша», прочесть наоборот. Целуя ее, я получил удовольствие. Конечно, испытанное мною в часы любви испытывают все. Это так, но чувства подобны негативам. Они кажутся черными, пока мы не поднесем их к лампе, то есть их следует смотреть наизнанку. Чувство неведомо нам, пока мы не довели его до ума. Только тогда, когда ум разъяснил его, интеллектуализировал, мы с таким трудом различим облик того, что чувствовали. И также ясно я понял, что страдания, которые я испытал впервые с Жильбертой, страдания от того, что любовь может быть никак не связана с внушившим ее существом, это страдание благотворно. По крайней мере, как метод, ибо наша жизнь слишком коротка, и только в страданиях мысли, словно возмутившись от вечных и изменчивых колебаний, показывают нам, как во время бури высокое окно, откуда мы на нее взираем, всю эту упорядоченную законами природы необъятность, тогда как из другого окна мы не разглядели бы ее, ибо в блаженном покое она не видна. Может быть, только нескольким величайшим гением это волнение доступно постоянно, и им не нужны потрясения скорби. Но еще не очевидно, что, созерцая широкую и размеренную поступь их жизнеутверждающих произведений, мы, отталкиваясь от этой радости, должны думать об их жизни как о чем-то приятном. Вполне возможно, что, напротив, они прожили скорбную жизнь. Самое главное заключается в том, что, если наша любовь не всего лишь любовь к Жильберте, что приносит столько страданий, или и любовь к Альбертини, но что любовь часть нашей души, которая вековечнее разных я, умиравших одно за другим с эгоистическим желанием сохранить эту любовь. И эта долька души, сколько бы зла, зла, впрочем, полезного, она нам не причинила, должна оторвать себя от конкретных существ, чтобы восполнить целое и вернуть любовь, понимание этой любви миру, универсальному духу, а не той или иной женщины, с которыми мы хотели бы слиться. Мне нужно было заново наполнить смыслом малейшие знаки — Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Блок и так далее, окружавшие меня, потому что за привычкой он стал неразличим. Ибо как только мы обретаем действительность, чтобы выразить и сохранить ее, мы устраняем все наносное, но так скоро накапливается привычка. Прежде всего, я отбросил бы слова, произносимые скорее губами, чем разумом. Все эти шуточки, всплывшие среди разговора, которые долго еще потом мы повторяем про себя, эти машинальные слова, заполняющие наше сознание обманом, вызывают причтение писателя, унизившегося до их записи, легкую улыбку, гримаску, и так бывает всегда, в частности, с изречениями Сен-Део, тогда как настоящие книги должны быть порождением вовсе не света дня и болтовни, но темноты и умолчания. И так как искусство в точности воссоздает жизнь, вокруг этих истин, которые мы постигли внутри себя, всегда будет разлита поэзия и радость волшебства, но это только следы преодоленного сумрака и работающий столь же точно как альтиметр показатель глубины произведения. Эта глубина никоим образом не связана с определенной тематикой, как возомнили вдохновленные материализмом романисты. Они не способны оказаться по ту сторону явлений, и все их благородные намерения, подобно добродетельным тирадам, привычным у некоторых лиц, не способных на малейший добрый поступок, не мешают нам заметить, что у них не хватает силы духа даже на то, чтобы избавиться от формальных банальностей, усвоенных имитацией. Что касается истин, добытых интеллектом, даже у самых высоких умов, в залитом светом просторе их ценность может быть велика, но их контуры суши и площи, и они не глубоки, потому что для того, чтобы достичь их, не были преодолены глубины, потому что они не были воссозданы. Часто писатели с наступлением определенного возраста, когда их больше не посещают эти волшебные истины, пишут только силой рассудка, и последние набирают все большую и большую мощь, потому то их зрелые книги сильнее, чем прежние, но в них нет уже прежнего бархата. Тем не менее, я понимал, что этими истинами, извлеченными ясным взором разума непосредственно из действительности, не должно пренебрегать, потому что они могли бы огранить, хотя и не таким чистым веществом, но все же веществом, проникнутым духом, впечатления, сообщенные нам вне временной эссенцией, общей ощущением прошлого и настоящего. Последние драгоценней, но слишком редки, чтобы произведение искусства могло быть составлено лишь из них. Я чувствовал, как они толпами бегут ко мне, готовые к делу, истины, относящиеся к страстям, характерам, нравам. Это понимание принесло мне радость. Однако мне вспомнилось, что только одно из них я открыл в страдании, когда все остальные в довольно посредственных удовольствиях. Каждый из тех, кто причиняет страдания, может быть причислен нами к разряду божеств. Они лишь священный отцвет и последняя ступень на пути к небесам, так что, созерцая божественность идею. Наше страдание тотчас сменяется радостью. Искусство жизни заключено в служении тем, кто причинил нам боль. Служение им, как ступеням, позволяющим приблизиться к их божественной сущности и радостно населить свою жизнь божествами. И тогда меня осенило новое озарение. Хотя, конечно, не такое лучистое, как только что показавшее, что произведение искусства — единственное средство обрести утраченное время. Я понял, что материал для литературного произведения содержится в моей прошедшей жизни. Я понял, что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в лени, в нежности и скорби, что я запасся им, догадываясь о его предназначении не более равно о том, что его достанет до этих дней, чем семя, запасшие питательные вещества, которые вскормят растения. Подобно семени я умру, едва пробьется росток. И я понял, что, и не подозревая о том, жил для него, даже тогда, когда думал, что в моей жизни навряд ли состоятся когда-нибудь книги, которые я хотел написать и из-за которых некогда усаживался за стол и не находил темы. Так что вся моя жизнь вплоть до этого дня проходила под знаком призвания. И вместе с тем, в какой-то мере, это было не так. В том смысле, что литература не играла в моей жизни никакой роли. Но жизнь, воспоминания о ее печалях и радостях образовали запас, схожий с чем-то эндоспермном в завязи растения, из которого последнее черпает питание, чтобы превратиться в семя, и по которой никак еще не скажешь, что в ней развивается эмбрион растения, тогда как он стал уже средоточием биохимических и дыхательных процессов, скрытых, но очень активных. Так что вся моя жизнь зависела от того, что приведет к ее возреванию. И тот, кто напитается ею, так и не узнает, как неизвестно тем, кто поглощает питательные семена, что насыщенные содержанием вещества были созданы для питания, сперва напитав семя и приведя к его созреванию. В такой области одни и те же сопоставления оказываются ложными, если из них исходить, и истинными, если к ним прийти в конечном итоге. Литератор завидует живописцу. Ему тоже хотелось бы делать эскизы, наброски, но если он пойдет на это, он пропал. Когда он пишет, каждый жест его персонажей, будь то тик или акцент, поставляет вдохновению память, а под одним именем вымышленного персонажа кроются чуть ли не 60 реальных. Один запечатлелся из-за гримасы, второй из-за монокля, третий из-за гневливости, четвертый из-за властного движения руки и так далее. И тогда писателю становится ясно, что если осознанным и целенаправленным образом его мечта стать художником неосуществима, то все же она реализовалась в памяти, ибо в ней, сам о том не подозревая, писатель заполнил свой этюдник. Еще задолго до того, как он понял, что стал писателем, движимый своим инстинктом, он часто упускал из внимания предметы, отмечаемые другими, так что его даже порицали за рассеянность, и он обвинял себя в неумении слышать и видеть, и в то же время он требовал от глаз и ушей удержать то, что другим казалось ребяческими пустяками. Интонацию, с которой сказана фраза, выражение лица и движение плеч, сделанные в определенный момент таким-то человеком, о котором он и не знал, быть может, ничего другого, прошло много лет, и потому, что эту интонацию он уже слышал или чувствовал, что может услышать вновь, она оставалась чем-то возобновляемым и длящимся, ибо чувство всеобщего в будущем писателе само отбирает то, что всеобще, что войдет в произведение искусства. Здесь всеобщее следует понимать в смысле идеи, то есть писатель обладает чувством идеи, а идеи в старом платоническом смысле составляют суть произведения. Но люди были внятны ему лишь тогда, безразлично в какой степени они были помешаны или глупы, попугаями повторяя слова, которые сказали бы такие же, как они, когда становились благодаря этому вещунами, глашатаями психологического закона. Он помнит только общее в виде интонаций. Движение лица, человеческая жизнь хранится в нем, даже если людей, которым они принадлежали, он видел лишь в раннем детстве. И когда он позднее возьмется за произведение, эти движения, характерные для многих, вновь обнаружатся и будут воссозданы столь же точно, как это было бы сделано анатомом. Правда, в этом случае ради проявления психологической истины. Только к движению плеч он добавит движение шеи, принадлежащее другому, поскольку в эти движения каждый что-то привнес. Вовсе не очевидно, что при создании литературного произведения воображение и чувственность качество невзаимозаменяемое, что второе нельзя без большего ущерба заменить первым, подобно тому, как люди, у которых не переваривают пищу желудок, обременяют этой функцией кишечник. Человек от рождения чувствительный, но не наделенный богатым воображением, вопреки этом может писать восхитительные романы. Мучения, причиненные ему людьми, усилия, чтобы предупредить их, столкновения между ним и каким-нибудь третьим бессердечным лицом, все это могло бы, будучи истолкованные интеллектом, послужить основой не только красивой материи, как в том случае, если бы он воображал и изобретал, но еще и освободить эту материю от мечтательности, возможной, если он поглощен собой и счастлив материи, столь же поразительной для него самого и столь же случайной, как внезапное причудо воображения. Самые недалекие люди своими жестами, речами, невольно выраженными чувствами являют законы, неразличимые для них самих, но эти законы могут быть подмечены в них художникам. Из-за подобных наблюдений пошляки считают, что писатель злобен, и, кстати, напрасно, потому что в смешном художник видит что-то прекрасное и всеобщее, и не более вменяет все это в вину наблюдаемому, чем хирург человеку, пораженному распространенным заболеванием его болезнь. Так что он насмехается над глупостью меньше, чем кто бы то ни было. Увы, он более несчастлив, нежели злобен. Когда речь идет о его собственных страстях, ему, познавшему их начало, тяжелее освободиться от личных, причиняемых ими страданий. Когда нас оскорбляет наглец, нам, конечно же, хотелось бы, чтобы он нас превозносил, а тем более, когда обожаемая женщина нам изменяет, чего бы мы не дали, чтобы все было наоборот. Только злость оскорбленного и скорбь отвергнутого тогда остались бы для нас неведомой землей. Ее открытие, мучительное для человека, драгоценно для художника. Так неблагодарные и злобные люди, вопреки своей воле, да и вопреки воле художника, входят в его произведение. Памфлетист невольно приобщает к своей славе заклейменного им пройдох. В произведении искусства мы встретим мужчин, которых художник больше всего ненавидел и, увы, женщин, которых больше всего любил. Они всего лишь позируют писателю, даже в то самое время, когда причиняют ему наибольшее страдание. Когда я любил Альбертину, я прекрасно понимал, что она не любит меня, и я должен был смириться с тем, что она дала мне узнать, что это такое, испытать страдания, любовь, а поначалу счастье. И когда мы пытаемся извлечь что-то существенное из печали, описать ее, скорее всего, нас может несколько утешить и что-то другое, помимо сказанного. Дело в том, что мыслить и писать для писателя это здоровая и необходимая функция, исполнение которой приносит счастье, как людям плотским упражнения потения и ванна. Говоря по правде, меня это несколько возмутило. И хоть я и уверовал, что высшая истина жизни заключена в искусстве, с другой стороны, теперь я навряд ли был способен на какие-либо необходимые для воспоминаний усилия, чтобы любить еще Альбертину и оплакивать бабушку, и я спрашивал себя, будет ли произведение искусства, о котором они не узнают, их осуществлением, осуществлением этих бедных усопших. Моя бабушка, за чьей агонией и смертью я наблюдал с таким безразличием, если бы я только мог в искупление, когда мой труд будет завершен, прежде чем умереть, страдать, пораженной неизлечимой болезнью, долгие часы, покинутой всеми. Впрочем, мне было бесконечно жаль даже не таких близких, даже безразличных мне людей, к судьбам, страданиям или даже просто смешным сторонам которых обращалась моя мысль, чтобы их понять. Все эти люди открыли мне свои истины, и теперь их не было. Мне казалось, что они прожили жизнь, которая пошла впрок только мне, словно и умерли они ради меня. Я грустил, думая, что любовь, которой я так дорожил, в моей книге будет слишком далеко отстоять от конкретной женщины, ибо читатели соотнесут ее с чувствами, когда-то испытанными ими по отношению к другим женщинам. Но мне ли возмущаться этой посмертной изменой, тем, что какой-нибудь читатель припишет в качестве предмета страсти неизвестных мне женщин, если это измена, это дробление любви на многих начались еще при жизни, еще до того даже, как я стал писать. Я поочередно испытывал страдания из-за Жильберты, госпожи Дегермант, Альбертины. Я последовательно забывал их, и если что-то и длилось, то лишь моя любовь. И потому не имеет значение то, что какой-нибудь читатель осквернит одно из моих воспоминаний, ибо это осквернение прежде было совершено мною. Я внушал себе чуть ли не отвращение, примерно такое же чувство, какое, возможно, испытала бы по отношению к себе какая-нибудь националистская партия, во имя которой начались военные действия, единственная партия, для которой была выгодна война, повлекшая жертвенные страдания и смерть многих благородных людей, не знавших даже, что для моей бабушки, по крайней мере, было бы огромным облегчением исхода битвы. В том печальном факте, что она не узнает о моей работе, меня утешало лишь то, что такова уж участь мертвых, если она теперь не могла насладиться моими успехами, то мое бездействие, мою упущенную жизнь, причинявшие ей такое страдание, она давно уже не может сознавать. Конечно, в моей книге содержались бы слова и взгляды, принадлежавшие не только бабушке или Альбертине, но слова и взгляды многих других людей, хотя о самих по себе я их уже не вспоминал. Книга — это большое кладбище, и на большинстве могил уже невозможно прочесть стершиеся имена. Наоборот, иногда очень хорошо вспоминается имя, но не помнишь запечатлелось ли что-нибудь относившего его человека на этих страницах. Эта девушка с глубоко посаженными глазами, тягучим голосом, тут ли она? И если она действительно покоится здесь, то уже не узнать, где именно, да и как найти ее могилу под многочисленными венками. Но раз уж наша жизнь обособлена от жизни других людей, раз уж самые сильные наши чувства, как моя любовь к бабушке Альбертине, забываются по прошествии нескольких лет, раз уж они для нас теперь всего лишь непонятное слово, и мы говорим о них, умерших, со светскими приятелями, встречи с которыми еще доставляют нам удовольствие, хотя все, что мы любили, мертво, тогда, если и существует средство научиться понимать забытые слова, мы должны использовать его. Только для этого надо бы перевести их сначала в универсальный язык, который, по крайней мере, будет постоянен и сотворит из них больше несуществующих из самого их подлинного естества всеобщее достояние. И если мы сможем выразить закон изменений, сделавший слова невнятными, то не станет ли наша немощь новой силой? К тому же произведения, которые сочиняют наши горести, можно будет истолковать и как роковую примету страданий, и как счастливый знак утешения. И правда, если мы говорим, что влюбленности и разочарование поэта сослужили ему добрую службу и помогли выстроить произведение, и если какие-нибудь женщины, одна по злобе, вторая шутки ради, совсем не подозревая о том, заложили по камню в основание памятника, которого они не увидят, мы недостаточно ясно представляем, что жизнь писателя не ограничена этим произведением, что этот же характер, заставивший его испытать столько страданий, которые отобразились в его творчестве, останется таким же и после того, как произведение будет завершено, что из-за него поэт полюбит других женщин при очень схожих обстоятельствах, если только время не произведет в них некоторых изменений, не преобразует обстоятельства и саму тему, его любовный аппетит и сопротивляемость боли. С этой точки зрения произведение можно рассматривать как несчастную любовь, предвидящую другие. Это приведет к тому, что жизнь станет походить на произведение, и поэту, в принципе, можно будет и не писать. До такой степени в уже написанном писатель сможет находить предвосхищенный облик грядущего. Итак, моя любовь к Альбертине, сколь бы она не была единственна, уже жила в моей любви к Жильберте в те счастливые дни, когда я впервые услышал имя Альбертины, рассказ о ней от ее тетки, не думая, что этот едва различимый побег может взрасти и осенить всю мою жизнь. Но с другой точки зрения произведение это знак счастья, потому что оно учит нас, что в бой любви общее покоится в стороне от частного, учит идти от второго к первому благодаря какому-то упражнению, укрепляющему от печали, внушая нам забвение ее причин, наставляя, как проникать в ее сущность. И действительно, мне еще предстояло узнать в грядущем, что если наше призвание реализовано, если мы любим и испытываем страдания, в часы творчества любимое нами существо растворяется в более объемной реальности, чем та, которой мы достигаем в забвении, что работая, мы страдаем от любви не больше, чем от какой-то чисто физической немочи, в которой любимое существо уже не играет никакой роли, чем от своего рода болезни сердца. Правда, все дело во времени, и эффект будет обратным, если заняться творчеством несколько позднее, ибо те, кому, несмотря на наше сопротивление из-за злобы и ничтожества, удалось разрушить наши иллюзии, отделившись от придуманной нами любовной химеры, исчезли бы и сами, и если мы в это время примемся за работу, то эти чувства наша душа выдумает вновь и отождествит их для нужд самоанализа с якобы любившими нас. Тогда литература, вернувшись к творчеству, прерванному любовной иллюзией, придаст своего рода загробную жизнь несуществующим боли и чувством. Конечно, мы должны оживлять наше страдание со смелостью врача, испытывающего на себе прививку от опасной болезни, но в то же время нам необходимо осмыслить его, обобщить, и в определенной мере это поможет избавиться от удушья, разделить горе с миром, а это подразумевает даже какую-то радость. Там, где жизнь заводит нас в тупик, разум буравит выход, ибо хотя и нет средства от неразделенной любви, констатируя страдания, мы словно предуведомляем самих себя о последствиях, которые оно повлечет. Уму неведома круговая порука безысходной жизни. Так что мне нужно было примириться, поскольку ничто не может длиться, если не становится общим, если дух не замыкается в себе самом, с мыслью, что даже самые дорогие для нас, в частности, для писателя, люди, в конечном счете просто позировали ему как художнику. В любви наш счастливый соперник, иными словами враг, наш благодетель. Он предает существу, вызывающему у нас всего лишь безличное физическое влечение, безмерную ценность, хотя с ним никак и не связанную, но приписываемую ему нами. Если бы у нас не было соперников, удовольствие не притворялось бы в любовь, если бы у нас их не было, или если бы мы не думали, что они у нас есть, вовсе не обязательно, чтобы они существовали в действительности. Нам пошла бы на пользу даже иллюзорная жизнь, которые и подозрения, и ревность могут наделить несуществующего врага. Иногда, когда скорбь существует лишь в виде наброска, новая грусть, новое страдание посещают нас, позволяя закончить и дополнить его. Не следует слишком уж жалеть себя из-за этих действенных и полезных огорчений, ибо в них нет недостатка, они не заставят себя долго ждать. Надо все же торопиться, потому что они не длятся долго. Мы либо утешимся, либо, если они слишком сильны и сердце утратило свою крепость, умрем. Только счастье целительно телу, зато именно горе укрепляет силу духа. Впрочем, даже если оно не открывало нам с каждым разом свои законы, оно все равно необходимо, чтобы вернуть нас к истине, заставить понимать вещи всерьез, с каждым разом вырывая сорняки привычки, скептицизма, легкомыслия, безразличия. Правда, истина несовместима со здоровьем и счастьем и не всегда совместима с жизнью. В конце концов, горе убивает. С каждой слишком сильной новой болью мы чувствуем, как кровоточит еще одна вена, как вьется в смертельных изгибах вдоль виска, тенью пролегает под нашими глазами. Так мало-помалу складываются эти жуткие опустошенные лица старого Рембрандта, старого Бетховена, над которыми так смеялся мир. Если бы не страдание сердца, это можно было бы назвать мешками под глазами и морщинами. Но поскольку силы могут притворяться в другие силы, поскольку длящиеся горения становятся светом, а электричество молнии фотографирует, поскольку наша тупая сердечная мука может возвышаться как стяг над видимым постоянством образа каждого нового горя, примем физическую боль, которую она приносит ради духовного знания, которое она открывает. Пусть наше тело распадается, ибо каждая новая утрачиваемая частица идет на то, чтобы на сей раз светло и ясно воссоединить, дополнить ценой страданий, в которых другие более одаренные не имеют нужды, сделать более основательным, по мере того, как волнения размывают нашу жизнь, наше произведение. Идеи наследницы скорбей. Когда последние превращаются в идеи, скорби отчасти теряют вредоносные действия на сердце, и даже в первые мгновения само это превращение неожиданно пробуждает радость. Впрочем, наследницы скорбей временные, ибо кажется, что идея первична и горе лишь образ вхождения определенных идей в нашу душу. Группы идей многочисленны, некоторые пробуждают внезапную радость. Эти размышления помогли мне найти более важный и точный смысл истины, давно предчувствованный мной, в частности, тогда, когда госпожа де Камбремер удивлялась, как я мог предпочесть Альбертину такому замечательному человеку, как Эльстир. Даже с интеллектуальной точки зрения я понимал, что она не права, но я и не догадывался о том, что было ей неведомо, об уроках, с помощью которых литераторы набираются мастерства. Объективная ценность искусства в этих уроках не имеет значения. Речь идет о том, чтобы заставить выйти, вывести к свету наши чувства и страсти, то есть чувства и страсти каждого. Женщина, необходимая нам, приносящая страдания, вызволяет из нас сонмы по-иному глубоких, по-иному живых чувств, чем исключительный человек, возбуждающий наш интерес. Соотносясь с нашими жизненными установками, остается лишь определить, имеет ли какое-либо значение сама измена, из-за которой нас заставила страдать женщина, по сравнению с истинами, которые эта измена нам открыла, и которые женщина, счастливая тем, что приносит страдания, едва ли смогла бы понять. Во всяком случае, в изменах нет недостатка. Писатель без боязни может приняться за долгую работу. Пусть интеллект возьмется за дело, по ходу которого встретит много горя, и оно попытается с ним покончить. Что до счастья, то едва ли не единственная польза от него сделать возможным несчастье. Надо, чтобы в счастье мы связали себя нежнейшими и крепчайшими нитями доверия и привязанности, чтобы их разрыв, столь полезный для нас, разорвал что-то в нашем сердце. Это и зовется несчастьем. Если же мы не были счастливы, хотя бы в мечтах, несчастья не будут жестоки, и, следовательно, не принесут плода. И гораздо больше, чем художнику, которому, чтобы нарисовать одну церковь, надо увидеть многие, писателю, чтобы передать объем и насыщенность, повсеместность художественной действительности, для передачи одного единственного чувства нужен опыт наблюдения за многими людьми. Искусство вечно, а жизнь коротка. Можно еще сказать, что если вдохновение кратковременно, то чувство, которое оно передает, ненамного долговечнее. Именно страсти ткут материю наших книг, а промежуточное вдохновение ее расписывает. Когда оно возродится, и мы снова примемся за работу, женщина, позировавшая нам для одного чувства, больше уже не сможет его внушить. Тогда придется продолжить живописать его с другой женщиной. И хотя это в буквальном смысле измена, по причине сходства наших чувств получается так, что произведение становится одновременно воспоминанием о наших былых влюбленностях и пророчеством о влюбленностях новых. И в такой подмене нет большого неудобства. Поэтому тщетные исследования, в которых пытаются разгадать, о ком говорит автор. Потому что произведение, даже прямая исповедь, включено по меньшей мере в целый поток эпизодов жизни автора, предшествующих, которые его вдохновили, последующих, не менее похожих, ибо будущая любовь заимствует особенности предыдущих. Мы не можем быть столь же верны человеку, которого больше всех любили, как бываем верны самим себе, и рано или поздно мы его забудем, чтобы, поскольку это одно из наших свойств, полюбить опять. А возлюбленная, самая большая, внесла в нашу любовь некую особость, благодаря которой мы останемся ей верны, даже изменяя. От ее преемницы нам потребуются те же утренние прогулки, те же проводы по вечерам, мы дадим ей в сто раз больше денег. Занимательна эта циркуляция денег, выдаваемых нами женщинам, которые по этой причине делают нас несчастными, что означает позволяют писать книги. Едва ли ошибкой будет сказать, что книга, как вода из артезианских колодцев, поднимаются столь же высоко, насколько глубоко вошло в сердце страдание. Здесь заметно неожиданное пересечение с творчеством Максима Горького. Отличие в том, что Горький сознательное саморазрушение ставил в основании жертвы ради общественного блага, тогда как Пруст имеет в виду прежде всего единственно разумные эгоистические основания. В этом фрагменте можно заметить и некую перекличку с творчеством Фридриха Ницше. Мысли тех, кто обрел окончательную истину во всей ее протяженности, начиная с древних богов и кончая каким-нибудь сегодняшним апологетом парадигмы, схожи. Потому здесь звучат ноты, которые мы могли бы встретить где угодно, но не в поисках. Кажется, Ревель сказал, что теоретическая часть последнего тома менее всего неожиданна и, по сравнению с остальными, более всего скучна. Последнее неправда, но то, что в голосе писателя звучат ноты, доселе ему чуждые, очевидно. Но есть и некое отличие. Остальных обычно привлекает сам процесс, этот процесс самоценен, он зачаровывает и одуряет. Это предел. За обретением истины упрусто следует конечное произведение, и именно оно для него предел и абсолют. Что, однако, не мешает ему забыть о том, что и произведению что-то должно воспоследствовать. Благодаря этим заменам произведения становится беспристрастней, ему становится присущ более общий характер. И в этом также заключается суровый урок. Мы не должны стремиться к людям, ибо реально существуют, и, следовательно, поддаются выражению, не они, но идеи. Надо торопиться, не терять то время, когда модели в нашем распоряжении, ибо много сеансов не дают обычно ни те, что позируют для счастья, ни те, ведь оно, увы, проходит столь же быстро, что позируют для горя. Впрочем, даже тогда, когда горе, открывая ее для нас, не составляет материю произведения, оно полезно, ибо наталкивает на нее. Сами по себе воображение и мысль восхитительные машины, но им свойственна инерция. Только страдания приводят их в движение. И существа, позирующие для скорби, предоставляют нам частые сеансы в той самой мастерской, куда мы попадаем лишь для этого, в мастерской, которая существует внутри нас. Это время, образ нашей жизни с ее различными скорбями, ибо они тоже составлены из многих, и едва успеешь подумать, что скорбь улеглась, как приходит новая. Новая в полном смысле этого слова. Может быть, потому, что непредвиденные ситуации теснее вводят нас в соприкосновение с ними, и скорбные дилеммы, возникающие в любви ежеминутно, наставляют нас и последовательно раскрывают тайны материи, из которой мы созданы. Так что, когда Франсуаза, видевшая, что Альбертина врывается ко мне через любые препятствия, как собака, привнося с собою беспорядок, опустошает меня, причиняет столько страданий, говорила мне, к этому времени я уже написал несколько статей и сделал несколько переводов. «Вместо этой девицы, на которую он угробил столько времени, барин взял бы себе что ли секретаря какого воспитанного, а тот бы разобрал все его бумажные завалы». Я, быть может, ошибался, находя, что она говорит разумно. Губя мой досуг, причиняя мне горе, Альбертина, может быть, была полезней, даже с литературной точки зрения, чем секретарь, разобравшийся в моих бумажных завалах. Но все-таки, если есть такое неприспособленное существо, и, может быть, в природе таким остается только человек, который не может любить не страдая, и ему необходимо горести, дабы познавать истины, рано или поздно его жизнь становится скучной. Счастливые годы, суть потерянные годы. Чтобы работать, мы жаждем страданий. Идея предваряющего страдания ассоциируется с идеей работы. Мы боимся каждого нового произведения, думая о скорбях, которые необходимо будет прежде вынести, чтобы творить. И поскольку понимаем, что страдания это лучшее, что можно встретить в жизни, без ужаса, почти как об освобождении, думаем о смерти. Тем не менее, хотя все это не слишком было мне приятно, я не должен был забывать, что гораздо чаще не мы играем с жизнью, используя людей для книг, но совсем наоборот. Благородный поступок Вертера, увы, был не свойствен мне. Ни на секунду не веря в любовь Альбертины, я двадцать раз хотел из-за нее покончить с собой, сам разрушался, губил свое здоровье. Когда дело доходило до того, чтобы писать, мы скрупулезно вникаем в мельчайшие детали, отбрасывая все, что неистинно. Но когда речь идет всего лишь о жизни, мы изводим себя, губим здоровье, позволяя себе убийственные домыслы. Но воистину только из жилы этих измышлений, если становиться поэтам уже поздно, можно извлечь какую-то истину. Горести — это мрачные, ненавистные слуги, с которыми мы сражаемся, под гнетом которых все больше изнемогаем ужасные слуги. Которых никем нельзя заменить. Они ведут нас потайными дорогами к истине и смерти. Блажен тот, кто встретил первую раньше второй, для кого, сколь бы близко они ни были одна от другой, час истины пробил прежде. Что же касается истекшего времени моей жизни, я понял также, что даже самые незначительные эпизоды наставляли меня в идеализме. Теперь я намеревался использовать полученные знания. В частности, мои встречи с господином де Шерлю, еще до того, как его германофильство преподало мне тот же урок, намного определеннее, чем моя любовь к госпоже де Германд Альбертини, чем любовь с Эн-Лу Крашелли, позволили убедиться, что сама по себе материя безразлична, что она может быть полностью заполнена мыслью. Истину эту, феномен сексуальной инверсии, столь плохо понятый, столь напрасно порицаемый, проясняет еще лучше, чем сам по себе поучительный феномен любви. Сексуальные инверсии калька с обозначения на французском языке извращенцев и гомосексуалистов. Любовь показывает нам ускользающую красоту женщины, которая больше не любит нас, красоту, царствующую в лице, которая другим кажется некрасивым, которая и нам самим могла бы разонравиться когда-нибудь. Но еще более поразительно зрелище красоты, вызывающей полный восторг знатного барина, тотчас оставляющего прекрасную принцессу, ибо она превратилась в контролера омнибуса. Не свидетельствует ли мое удивление всякий раз, как я видел снова на элисейских полях, на улице или на пляже лицо Жильберты, госпожи де Германт, Альбертины, о том, что память не соотносится с первоначальным впечатлением, удаляясь от него все дальше. Нет часа в моей жизни, который не учил бы меня тому, что грубо и ошибочно совмещать восприятие и воспринимаемый предмет. Все содержится в духе. Час, когда я впервые оплакал смерть моей бабушки, наступил лишь тогда, когда эта смерть вошла в мое восприятие, то есть годы спустя после ее смертного часа. Писателя не должно оскорблять то, что гомосексуалист наделяет его героинь мужской внешностью. Только это легкое искажение позволяет гомосексуалисту присвоить тому, что он читает, общий характер. Придав античной Федре некоторые черты янсинистки, Росин сообщил ей универсальную ценность. Равно если бы господин де Шарлю не представлял неверную, о которой Мюссе плачет в октябрьской ночь или в воспоминании в облике Муреля, он оказался бы не в состоянии ни плакать, ни понимать, поскольку только такой узкой и кривой дорогой мог добраться до истин любви. Из привычки, перенятой, из неискреннего языка предисловий и посвящений, писатель говорит «мой читатель». В реальности каждый читатель в процессе чтения не выходит за пределы своего внутреннего мира. Сочинение писателя всего лишь своего рода оптический инструмент, предоставленный читателю, чтобы последний распознал предметы, которых без этой книги быть может не смог бы обнаружить в себе самом. И если читатель узнает в себе то, о чем говорит книга, это свидетельствует об истинности последней. И вице-версо. В определенной мере отличие между двумя этими текстами часто может быть отнесено насчет не автора, но читателя. Вице-версо обратно. Впрочем, книга может быть и слишком ученой, слишком темна для простодушного читателя, то есть представлять собой лишь мутное стекло, сквозь которое он не может различить букв. Но некоторые другие частности могут привести к тому, что читатель захочет читать как-то иначе, чтобы продолжать чтение. Автор не должен оскорбляться этим напротив. Надо предоставлять читателю полную свободу, говоря ему «Смотрите сами, сквозь стекло вы видите лучше, сквозь это то и некое иное». Если меня всегда так интересовали грезы, приходящие к нам в легком сне, то не потому ли, что они, возмещая непродолжительность яркостью, помогают лучше понять что-то субъективное, например, любовь, потому что с чрезвычайной скоростью осуществляют то, что народ называет «засадить бабу в душу», заставляя нас на время недолгого сна страстно влюбиться в дурнушку, на что в реальной жизни потребовались бы годы привычки и привязанности, словно эти грезы изобрел какой-то доктор-чародей вместо внутривенных инъекций любви. В той же мере они способствуют пониманию страдания. Но скоро внушенные ими чувства рассеиваются, так что дело не в том, что ночная любовница вновь предстает давно знакомой дурнушкой, ибо рассеивается также и нечто более ценное, восхитительная картина грустных сладостных чувств, неопределенно туманных сожалений, истинное паломничество на кеферу страсти, из которого мы хотели бы вынести для Яви оттенки драгоценной истины, но она истончается, словно слишком блеклый холст, не подлежащий восстановлению. Паломничество на кеферу аллюзия на серию картин ватто кефера остров культа Афродиты, место, куда стремятся, но которого не достигают. Может быть, мечта особенно зачаровывала меня своей вольной игрой со временем. Не видел ли я зачастую, как за одну ночь, если даже не за одну минуту ночь, глухие времена, удаленные на безмерные расстояния, в которых нам уже неразличимы испытанные тогда чувства, обрушиваются на нас с молниеносной скоростью, ослепляя своей ясностью, словно они были гигантскими самолетами, а не, как нам казалось, бледными звездами, являя нам все, что в них сохранилось для нас, волнуя и шокируя ясностью своего соседства, возвращаясь, стоит нам проснуться, в свою удаленность, в которую они канули по мановению волшебной палочки, вынуждая поверить, впрочем, напрасно, что они одно из средств обрести утраченное время. Я понял, что только грубое и ошибочное сознание приписывает воспринятое предмету, ибо все содержится в духе. Я потерял бабушку действительно много месяцев спустя после того, как потерял ее на самом деле. Я видел, как облик людей менялся в соответствии с представлением, составленным о них другими, как менялся человек в зависимости от того, кто на него смотрел. Например, разный Сван в первые годы, принцесса Люксембургская в глазах первого председателя, и даже в глазах одного и того же человека на протяжении нескольких лет. Имя Германтов многоликий для меня Сван. Первого председателя персонаж второго тома, Бальбекский завсегдатый, принцесса Люксембургская казалась ему ужасным созданием. Я видел, как любовь наделяет человека тем, что присуще лишь любящему. Я тем лучше это понял, когда осознал бескрайность расстояния между объективной реальностью и любовью. Рошель для Сен-Лу и для меня, Альбертина для меня и Сен-Лу, Морель или кондуктор омнибуса для де Шерлю и других, и, несмотря на то, печали де Шерлю, стихи Мюссе и прочее. Наконец, в какой-то мере германофильства барона де Шерлю, взгляд Сен-Лу на фотографию Альбертины, помогли мне на минуту избавиться, если и не от германофобии, то, по крайней мере, от моей веры в ее чистую объективность. Навели на мысль, что, может быть, в подобных вещах присутствует что-то и от ненависти, и от любви, что в страхе, который выказывали в то время французы по отношению к немцам, эту нацию считали не принадлежащей человечеству, было что-то от объективации тех же самых чувств, из-за которых Рошель и Альбертина казались нам такими неповторимыми. И как я сам последовательно испытывал любовь, так что, когда чувство сходило на нет, предмет любви уже не представлял для меня особой ценности, точно так же я видел во Франции подобную приходящую ненависть, когда оказывались предателями, в тысячу раз худшими, чем немцы, которым они предали Францию, дрейфусары типа Рейнахе, и теперь патриоты сотрудничали с ним, объединившись против страны, каждый гражданин который по необходимости был лжив, хищен и слабоумен, исключая, впрочем, немцев, принявших сторону Франции, короля Румынии, короля Бельгии, русскую императрицу. Быть может, действительно, эта испорченность присуща не только Германии. Рейнах, Жозеф, 1856-1921, депутат, журналист. Правда, дрейфусары ответили бы мне, это не одно и то же, но в действительности это всегда не одно и то же. Это даже не один и тот же человек. Иначе, обманувшись сходным феноменом, нам пришлось бы счесть себя жертвами галлюцинаций, и мы уже не нашли бы в себе сил поверить, что некий предмет может обладать достоинствами и недостатками. Без особых затруднений можно основать на этой разнице теории. Противоестественное, судя по словам радикалов, обучение у конгрегатов, неспособность еврейской расы к ассимиляции, вечная ненависть немецкой расы к латинской, так что, следовательно, желтая раса подлежит моментальной реабилитации. Подразумевается полемика времен отделения церкви от государства обучения у конгрегатов. Эту субъективную сторону, впрочем, можно отметить и в разговорах нейтралов, например, когда германофилы мгновенно утрачивали дар понимания и даже слуха, если им говорили о немецких зверствах в Бельгии. И, однако, они действительно имели место. И, несмотря на все субъективное, отмеченное в ненависть, как вообще в видении, предмет и в самом деле может обладать реальными достоинствами или недостатками, не утрачивая реальности в чистом релятивизме. И если по прошествии стольких лет я ощущал это влияние даже в международных отношениях, то разве я не догадывался об этом уже на заре моей жизни, читая в Комбрейском саду один из Берготовых романов, который сегодня, пролистав несколько забытых страниц и узнав о кознях какого-нибудь негодяя, я отложил бы только после того, как убедился бы, пробежав сто страниц вперед, что в конце концов этот негодяй должным образом унижен и довольно пожил, чтобы успеть понять, что все его злодейские проекты были несостоятельны. связь этого предложения с предыдущим заключается в том, что восприятие программирует исход всего процесса, и даже неожиданное окончание такового никого не может ни в чем переубедить. Я уже почти забыл, что стало со всеми этими персонажами. В этом, впрочем, они были схожи с теми, кто присутствовал сегодня у госпожи де Германт, чья прошедшая жизнь, по крайней мере, большинства, была для меня столь же смутна, словно я читал о ней в полузабытом романе. Женился ли наконец принц Агрегенский на мадмазель Икс? Или, скорее, не брат ли мадмазель Икс должен был жениться на сестре принца Агрегенского? Может, я что-то спутал с давно прочитанной книгой, а то и недавним сном? Сон, еще одно из событий моей жизни, сильно поражавшее меня. Именно сон убедил меня в чисто ментальном характере действительности, и я не стал бы пренебрегать его помощью при сочинительстве. Чисто ментальном характере действительности, сочинение Пруста построено таким образом, что одновременно является и описанием реальных событий, как более или менее мемуарная литература, и плодом чистого вымысла, как всякое, в том числе мемуарная словесность, то есть действительностью преломленной, искаженной вымыслом и рефлексией. Равель пишет, что главный вымысел книги это то, что она якобы вымышлена. Однако слова о чисто ментальном характере показывают, что мы имеем дело с реальностью в чистом виде, не имеющей никаких отличий от существующей помимо книги, то есть так как реальность сама подлежит сочинению вымыслу композиции, перед нами чистейший образец. Это объясняет объем данной работы, ее повторы, прочие недостатки. Когда страсти сильнее влияли на мою жизнь, когда я жил ради любви, сновидение причудливо приближало ко мне, заставляя пробежать вспять значительное пространство истекшего времени мою бабушку Альбертину, которую я снова полюбил, потому что она предоставила мне во сне объяснение, впрочем, не слишком убедительное, истории с прачкой. Я думал, что подобным образом сны могут иногда приносить мне и истины, впечатления, которыми только мои усилия и даже встречи с природой не могли меня одарить, что они смогут разбудить во мне желание, сожалению, о чем-то нереальном, а это и есть первые условия работы, отрешения от привычек и всего конкретного. Я не пренебрегал бы этой второй музой, этой музой ночи, которая иногда могла присоединять свой голос к первой. Я видел ставших пошлыми вельмож, если они, как, например, герцог Германт, обладали заурядным умом. Вас то уж не стеснишь, как сказал бы Котар. Я видел, как в деле Дрейфуса, равно как и во время войны, верили, что истина это некий определенный факт, которым располагают министры, некое «да» или «нет», которое не нуждается в толкованиях, что те, кто наверху, знают, виновен ли Дрейфус, знают, и им вовсе не нужно было посылать Роке выяснять это на месте, есть ли у сарая возможность выступить одновременно с русскими. Роке Пьер Рогист 1856-1900 французский генерал, командовавший Первой армией, военный министр в 1916 году, Морис Сарай, 1856-1929 генерал, командовавший Третьей армией в Первой битве на Марне, командовал силами союзников, посланными на помощь Сербии после вступления Болгарии в войну на стороне Германии, однако его присутствие в Греции по сути не помогло Сербии и не сдержало Болгарию, был смещен в 1917 году. Правда, именно с ее лицом, с такой, какой она предстала мне впервые у моря, я связываю многое из того, о чем несомненно напишу. В некотором смысле у меня было основание связывать все это с ней, ибо если бы я не отправился в тот день на набережную, если бы не узнал ее, все эти идеи не получили бы развития, при условии, что они не были бы вызваны к жизни чем-то другим. Но здесь как раз и крылась ошибка, ибо производное удовольствие которое мы ретроспективно изыскиваем в красивом женском лице проистекает из наших собственных чувств. На самом деле страницы, которые я напишу Альбертини, тем более Альбертини тогдашней, были бы непонятны. Но как раз благодаря тому, это, кстати, предостерегает нас от чрезмерного увлечения интеллектуальной атмосферы, что она так отличалась от меня, она оплодотворила меня горем и даже еще прежде простым усилием представить себе что-либо отличное от себя. «Если б она способна была понять эти строки, одним этим она была бы не в силах их вдохновить». Теперь я понял, что значит старость, старость, абстрактное представление, которое мы сохраняем, быть может, дольше других реальностей, глядя на календари, датируя письма, празднуя свадьбы друзей и их детей, не понимая либо из страха, либо из лени, что это значит, до тех пор, пока не встретим незнакомца типа господина Аржанкура, и он не возвестит нам, что мы живем уже в новом мире. Пока внук одного из наших приятелей, юноша, с которым мы, сами того не сознавая, держимся на равных, не улыбнется, словно мы потешаемся над ним, ибо человек нашего возраста годится ему в деды. Я понял, что значит смерть, любовь, радость и духа, польза скорби, признание и так далее. И если имена и потеряли для меня всю свою неповторимость, то слова открыли мне весь свой смысл. Красота образов находится за пределами вещей, красота идей перед ними. Так что я не испытываю восхищения, когда могу лицезреть вещь, и понимаю ее красоту лишь тогда, когда ее больше нет. В целом, размышляя надо всем этим, я осознаю, что материя моего опыта, будущая материя моей книги, была подарена мне сваном, даже если отбросить в сторону все, что относилось лично к нему и к Жильберте. Ведь именно благодаря ему, еще в Комбре, я захотел поехать в Бальбеке. Без него родителям никогда бы не пришло бы в голову отправить меня туда, я не познакомился бы с Альбертиной и Германтами, поскольку моя бабушка не встретила бы госпожу де Вельпаризи, представившую меня Сен-Лу и господину де Шарлю, что привело к моему знакомству с госпожой де Германт и через нее с ее кузиной, так что даже мое присутствие в эту минуту у принца де Германта, где мне внезапно пришла в голову идея моего произведения, то есть я обязан свану не только материалом, но и формой, стало возможным лишь благодаря свану. Эта цветоножка быть может была слишком слабой, чтобы содержать в себе протяженность всей моей жизни. Сторона Германтов в этом смысле была продолжением стороны свана. Но чаще всего автор сюжетов нашей жизни оказывается существом слишком уж заурядным. он намного уступает свану. Разве недостаточно было бы рассказа какого-нибудь приятеля о какой-нибудь девушке милой и доступной, которую, вероятно, я не встретил бы, чтобы я поехал в Бальбеке? Часто бывает, что, встретив кого-нибудь из не слишком приятных знакомых, мы нехотя жмем им руку, и, однако, если когда-то вспоминаем об этом, то оказывается, что именно его бессодержательная болтовня, все эти «вам бы следовало поехать в Бальбеке» и определили всю нашу жизнь, наше произведение. Мы не испытываем к нему признательности, но это не свидетельствует о неблагодарности. Когда он произносил эти слова, он не думал о возможных последствиях, ведь именно наша чувствительность, наш интеллект, использовали обстоятельства, которые, поскольку первый импульс был уже дан, сами друг друга порождали, хотя и нельзя было предвидеть ничего конкретного, ни сожительства с Альбертиной, ни маскарада у германтов. Этот импульс был необходим, и от него зависела внешняя форма нашей жизни и материя произведения. Если бы не сван, моим родителям никогда не пришло бы в голову отправить меня в Бальбеке. Впрочем, он не несет ответственности за страдания, причиненные им косвенным образом. Они коренились в моей слабости, его собственная слабость принесла ему много страданий от Адетты. Но, определив подобным образом нашу жизнь, он этим исключил все те жизни, которые мы могли бы прожить вместо этой. Если бы сван не рассказал мне о Бальбеке, я ничего бы не узнал об Альбертине, столовой отеле в Германтах. Прелестная последовательность. Так как у Пруста мало случайностей, то, вероятно, он подразумевает однородность, тягучую, невыделимость внешнего мира, патологическое его однообразие. Даже если эти вещи вызывают наши страдания, мучения, они перестают быть таковыми только, когда нам удается их заново воссоздать, сотворить. Однако в этом случае они теряют собственную ценность, ибо они лишь плод наших чувственных усилий и последовательность любимая, столовая, знакомая, не вызывают у автора, сотворившего их с равным пристрастием, никаких противоречий. Но я отправился бы в иные края, я узнал бы других людей, моя память, равно как и мои книги, были бы наполнены совершенно иными картинами, а теперь я не могу даже представить их себе, их новизна обольщает меня и вызывает сожаление, что я так и не соприкоснулся с ней, что Альбертина, пляж Бальбеке, рифбель, германты не остались для меня навсегда неизвестны. Ревность — это добрый вербовщик, и если в нашей картине чего-то не достает, она тотчас отыщет на улице красивую девушку, и даже если она не так уж и прекрасна, она снова станет красавицей, ибо мы возревнуем ее, и это заполнит некую пустоту. Когда-нибудь мы умрем, не испытывая радости от того, что нашу картину следует считать завершенной. Но эта мысль не ввергает нас в отчаяние, ибо мы чувствуем, что жизнь несколько запутаннее, чем принято считать, не говоря уже об обстоятельствах, и просто необходимо безотлагательно продемонстрировать эту сложность. Столь полезная ревность не обязательно родится от взгляда, рассказа, воспоминания. Она готова уколоть нас, пока мы листаем ежегодник, тот, что называется весь Париж, для Парижа или для провинций справочник замков. Мы рассеянно слушали, как красивая девушка, уже ставшая нам совершенно безразличной, говорила, что ей надо бы на несколько дней съездить к сестре в Падекале, недалеко от Дюнкерка. Мы также рассеянно размышляли некогда, что, быть может, красивую девушку обхаживал господин Е, с которым она больше не встречалась, потому что никогда уже не заходила в тот бар, где он ее встретил когда-то. кем могла бы быть ее сестра? Горничной? Из вежливости мы не спрашиваем ее об этом. И вот, случайно открыв справочник замков, мы видим, что у господина Е в Падекале рядом с Дюнкерком замок. Конечно же, чтобы сделать что-то приятное красивой девушке, он взял в горничное ее сестру. И если эта девушка больше не видится с ним в баре, то лишь потому, что он заставляет ее приезжать к нему, ибо вообще-то он живет в Париже круглый год, но не может обойтись без нее даже в то время, когда должен съездить в Падекале. Краски, замешанные на гневе и любви, все рисуют и рисуют. И однако, хорошо бы, если бы все это было не так. Может, действительно, господин Е больше никогда не виделся с красивой девушкой, но из любезности рекомендовал ее сестру своему брату, круглый год сидящему в Падекале. Так что она теперь, даже может быть случайно, увидится со своей сестрой в момент, когда господина Е там нет, потому что они друг друга больше не интересуют. И к тому же сестра ее вовсе не горничная, ни в замке, ни где-либо еще, но у нее родные в Падекале. Наша первоначальная скорбь уступает лишь последующим предположениям, успокаивающим любую ревность, но это уже не имеет значения. Последнее, затаившись на страницах справочника замков, явилось в добрый час, ибо теперь пустоты на холсте заполнены. И все сложилось только благодаря порожденному ревностью присутствию красивой девушки, которую мы уже не ревнуем, ибо больше не любим ее. В эту минуту вошел Дворецкий и сказал, что первая часть концерта закончилась, я могу оставить библиотеку и войти в гостиную. Я вспомнил, где нахожусь. Но меня не взволновало прерванное было рассуждение, потому что светское собрание, возвращение к обществу, показалось мне отправной точкой для новой жизни, которую я не сумел найти в уединении. В этом не было ничего необычного, поскольку впечатление, воскресившее во мне вечного человека, могло возродиться благодаря обществу не в большей степени, чем благодаря одиночеству. Так я некогда считал, так это некогда наверняка и было для меня, так это должно было для меня быть, если бы, минуя эту долгую остановку, одно время казавшуюся концом, мое развитие совершалось гармонично. Только столкновение с красотой, когда случай принес нам, пусть даже незначительное, непосредственное ощущение, подобное ему ощущение спонтанно возрождалось во мне и растягивало первые чувства разом на множество времен. Моя душа переполнялась общей сущностью, тогда как сами по себе чувства оставляли в ней лишь пустоту, и почему, собственно, нельзя было найти подобные ощущения в светском обществе, как их можно было найти в природе, если случай одаривал меня. Этому случаю способствует, наверное, особое возбуждение, благодаря чему в дни, когда мы выпадаем из стремительного потока жизни, простейшие предметы снова вызывают в нас чувства, которым наша нервная система по привычке не внемлет. Мне необходимо было объяснить, почему только этот род ощущений порождает произведение искусства, и я продолжил собирать мысли, безостановочно нанизывавшиеся мной в библиотеке, ибо чувствовал, что порыв духовной жизни теперь достаточно силен во мне, чтобы я с тем же успехом мог продолжать думать в салоне среди приглашенных, как только что размышлял наедине с собой. Я подумал, что даже в толпе мне удастся сохранить одиночество. И если большие события не влияют на наши духовные силы извне, и посредственный писатель, живущий в эпическую эпоху, по-прежнему останется посредственностью, самой опасной в свете предрасположенность к светской жизни. Но также, как геройски проведенная венная кампания, не возвысит плохого поэта, она не в состоянии сама по себе лишить его таланта. Во всяком случае, независимо от того, имеет ли теоретическое значение то, что произведение искусства было создано подобным образом, пока мест я не проверил этот пункт, как намеревался относительно себя. Я не стал бы отрицать, что если у меня и были подлинные эстетические впечатления, то они всегда появлялись после подобных ощущений. Правда, в моей жизни они были довольно редки, но именно они ее определили, и я мог вспомнить о нескольких подобных вершинах, к сожалению, упущенных мною из виду. Такие потери я собирался предотвратить в грядущем. И уже сейчас можно было сказать, что если исключительное значение этот признак имел только для меня, тем не менее я утешался тем, что он был чем-то близок, хотя, конечно, и не был слишком уж проявлен подобным чертам некоторых писателей. Разве не на таких ощущениях, как воссоздавшие вкус печенья Мадлен построена самая красивая часть замогильных записок? Вчера вечером я гулял один. Я был отвлечен от моих размышлений щебетом дрозда, усевшегося на самой высокой ветке березы. И тотчас его чарующие трели воскресили пред моими глазами отцовское поместье. Я забыл потрясение, которое мне только что довелось пережить, и нежданно переместившись в прошедшее вновь увидел края, где столь часто слышал этот посвист. Записки книга третья глава первая Разве нельзя отнести к самым красивым местам записок вот это? Тонкий сладкий аромат гелиотропа разливался над узкой грядкой цветущих бобов. Он принесен недуновением отчизны, но буйным ветром Ньюфаундленда. В нем нет ничего общего с занесенным сюда растением. В нем нет сочувственных напоминаний и неги. В этом запахе нет дышащим красотой, самом по себе нечистом, который не несет в себе аромата. В этом запахе обремененном зарей культурой и миром было много меланхолии и сожалений, разлуки и юности. Записки книга 6, глава 5. Один из шедевров французской литературы Сильвия Жерара де Нарвале, как и замогильные записки, имеет отношение к комбургу, отношение того же рода, что вкус мадлен и щебет дрозда. Нерваль Жерар де 1808-1855 писатель Сильвия входит в его девы огня. Наконец, у Бодлера такие напоминания встречаются еще чаще, и, очевидно, они не настолько случайны, стало быть, на мой взгляд, более определенны. Этот поэт с большей леностью и изощренностью сознательно выискивает, к примеру, в запахе женских волос и груди вдохновенные подобия, которые воскресят ему лазурь небесную, необъятную и округлу, и порт, полный мачтами огнями. Мне уже хотелось припомнить стихи Бодлера, где в основе содержатся перемещенные подобным образом ощущения, чтобы окончательно узаконить столь благородное родство, и посредством всего увериться, что произведение, перед осуществлением которого я уже не испытывал никаких колебаний, стоит усилий ему посвященных, когда, спустившись по лестнице, ведущей из библиотеки, я внезапно обнаружил себя в большой гостиной посреди празднества, которое покажется мне весьма отличным от прежних и приобретет для меня особый облик и новый смысл. Хотя в глубине сознания я всегда был твердо уверен в своем замысле, в той мере, в какой его обдумал, едва я вошел в большую гостиную, как словно в театре, подошел срок неожиданной развязки и против моего начинания обнаружилось сильнейшее возражение. Это возражение я бы наверняка преодолел, но оно, пока я не оставлял мыслей о необходимых условиях создания произведения искусства, стократно повторив наглядный пример, сильнее всего способствовавший моим колебаниям, могло в любую секунду все погубить. Поначалу я никак не мог понять, почему не могу узнать хозяина гостей, почему каждый, казалось, нацепил личину, главным образом напудрившись, изменившую лицо до неузнаваемости. Принимавший гостей принц все еще походил на добряка, короля феерии, каким он предстал мне, когда я увидел его впервые, но на сей раз, сам подчинившись этикету, предписанному гостям, он обзавелся белой бородой, и, словно волоча на тяжелевших ногах свинцовые подошвы, представлял собой, казалось, один из веков жизни. Его усы тоже побелели, словно на них остался иней того леса, где поселился мальчик с пальчик. Усы, казалось, стесняли его негибкий рот, и я так и ждал, что он вот-вот их снимет. По правде говоря, я бы не узнал его, не приди мне на помощь рассудок, и не наведи меня на мысль некоторые сходства черт, совпадающих с известным мне человеком. Я не знаю, что проделал со своим лицом младший Фезансак, но тогда, как другие забелили некоторые полбороды, некоторые лишь усы, он, не обременяя себя подобными художествами, нашел таки средство закрыть лицо морщинами, а брови щеткой волос. Все это, впрочем, не шло ему. Такое впечатление, что лицо затвердело, забронзовело, а сам он принял вид статуи, и это так старило его, что уже невозможно было его представить молодым человеком. Еще сильнее удивило меня, когда я в ту же минуту услышал, как герцогом де Шаттельро называют старичка с седыми посольскими усами, в котором единственный взгляд, оставшийся тем же, позволял узнать юношу, с которым я первый раз встретился на приеме у госпожи де Вельпорези. Первую особу, в опознании которой я преуспел, стараясь абстрагироваться от маскарада и дополнить оставшиеся узнаваемыми черты усилием памяти, поначалу, может быть, меньше секунды, я хотел бы поздравить с удачным гримом, прежде всего вызывавшим неуверенность, которая появляется обычно у публики, когда большие актеры при выходе на сцену являются в роли непохожими на себя. Тогда публика, даже если она осведомлена программой, секунду пребывает в остолбенении, прежде чем разразиться аплодисментами. С этой точки зрения гвоздем утренника был мой личный враг, Аржанкур. Он не только нацепил на себя вместо бороды с легкой проседью неописуемую бороду невообразимой белизны, но к тому же такое число мелких вещественных изменений способно не только умолить или возвеличить облик человека, но более того изменить его характер и личность. Этот человек, торжественное накрахмаленное неуклонность которого жила еще в моей памяти, изобразил старого поберушку, уже не вызывая к себе никакого уважения. Своему персонажу он придал вид старого маразматика и с таким реализмом, что его члены дрожали, а спокойные черты лица обычно высокомерные выражали улыбку глуповатого блаженства. На этой стадии маскарадное искусство становится чем-то большим, приводя к полной трансформации личности. И действительно, напрасно я, полагаясь на какие-то мелочи, решил, что неописуемый живописный спектакль разыгрывал именно Д'Аржанкур. Сколько последовательных состояний этого лица мне надо было пропустить, чтобы увидеть лицо Д'Аржанкура, каким я его знал. Он слишком далеко ушел от своего облика, хотя в его распоряжении было только собственное тело. Очевидно, он стоял уже на последней ступени, когда еще можно было, не прерывая, продолжать эту последовательность. Прежние стат и спесь были теперь лишь тряпками в вареве, болтавшимися туда-сюда. По французском тексте более очевидно, чем в переводе, подразумевается процесс производства бумаги. В этом есть свой резон, потому что подобные наблюдения автор готов описывать до бесконечности, они вызывают в нем живейшую любознательность, неприкрытый интерес, сопереживание и радость созерцания. С трудом припомнив, как улыбался раньше Даржанкур, умерявший иногда свою надменность, еще можно было обнаружить присутствие былого Даржанкура, с которым я так часто встречался, и в теперешнем, но тогда надо было представить, что, стало быть, в прежнем приличном джентльмене жил зародыш улыбки старого расслабленного старьевщика. Даже если принять на веру, что улыбка выражала тот же смысл, его лицо и само вещество глаз, из которых она лучилась, изменились так сильно, что иным казалось и выражение и тот, кому оно принадлежало. Я рассмеялся, глядя на этого величественного старого маразматика, такого же расплывшегося в этой добровольной карикатуре на самого себя, каким на свой трагический лад был вежливо сломленный господин де Шарлю. Господин Держанкур в роли умирающего буф из Реньяра, утрированного лобишем, был столь же доступен, столь же приветлив, как господин Шарлю в роли короля Лира, прилежно обнажавшего голову перед самыми незначительными встречными. Реньяр Жан-Франсуа 1655-1709 подражатель Мульера в его единственном наследнике 1708 год выведен агонизирующий старик Лобиш Эжен-Морен 1815-1888 комедиограф автор фарсов. Однако я удержался и не высказал ему своего восхищения этой необычайной разыгранной сценкой. Помешала мне не старая моя антипатия, ибо теперь он так отличался от себя прежнего, что казался мне другим лицом, столь же благожелательным, безоружным, безвредным, сколь прежний Аджан-Кур был воскомерен, гневлив и опасен. Другим до такой степени, что когда я увидел этого персонажа, невыразимо гримасничающего, комического, белого, этого заснеженного добряка, изображающего генерала Дуракина, уже впавшего в детство, мне показалось, что человеческая жизнь может подвергаться столь же основательным метаморфозам, как и жизнь насекомых. Генерал Дуракин, персонаж одноименного романа 1866-й, графиня де Сигюр, 1799-1874-й, урожденной Растопчиной, старик, без особых причин, переходящий от гнева к смеху. У меня сложилось впечатление, будто я изучаю процесс развития насекомого на поучительном стенде Естественно-исторического музея, и это насекомое очень быстро осваивается со своими новыми чертами. Я не смог воскресить в себе чувств, которые прежде вызывал у меня Даржан-Кур перед этой дряблой хризалидой, скорее вибрирующей, чем движущейся. Но я скрыл свои чувства. Я не поздравил господина Даржан-Кура с этим представлением, как казалось, раздвигавшим пределы, определенные трансформациям человеческого тела. За кулисами театра или на костюмированном балу мы скорее из вежливости преувеличиваем наше затруднение, если утверждаем, что просто невозможно узнать переодетое лицо. Напротив, здесь инстинкт советовал мне утаить затруднения по велику возможно. Я понимал, что в этом не было теперь ничего лестного, что эти изменения не были желательны. Затем я подумал, о чем не догадывался, входя в гостиную, что любое празднество, даже самое нехитрое, если оно происходит спустя много лет после того, как мы перестали выходить в свет, стоит ему только собрать вместе несколько лиц, ранее нам знакомых, производит на нас впечатление маскарада, удавшегося лучше всех. Маскарада, где мы искренне всего заинтригованы другими, и где эти личины против всякой воли, намалеванные долгими годами, не будут смыты с чела, когда кончится праздник. Итак, мы заинтригованы другими? Увы, в той же степени они заинтригованы нами. Ибо когда я пытался подобрать к лицам надлежащие имена, испытанное мною затруднение казалось, разделялось всеми присутствующими. Последние, если мое лицо попадало в их поле зрения, обращали на него столько же внимания, как если бы они никогда его не видели, либо старались извлечь из моего теперешнего облика какое-нибудь давнее воспоминание. Выкинув свой неповторимый номер, определенно самый захватывающий из этого бурлеска, господин Даржанкур походил на актера, в последний раз вышедшего на сцену, прежде чем среди раскатов смеха занавес скроет его навсегда. Если я больше не сердился на него, то потому, что, обретя младенческую невинность, он уже ничего не помнил о своем презрительном отношении ко мне, о том, как господин де Шарлю внезапно отдернул руку, то ли от этих чувств в нем ничего не осталось, то ли, чтобы проявиться, они должны были пройти через сильно искажающие их физические отражатели и в пути абсолютно теряли смысл, господин Даржанкур стал добряком. У него уже не хватало физических сил выражать, как раньше свою злость и подавлять свою извечную вызывающую веселость. На страницах романа у германтов, когда ничего не подозревающий Марсель идет с бароном по ночному Парижу, как господин Шарлю внезапно дернул руку. Все-таки я преувеличил, назвав его актером. Расставшись уже с возможностью делать что-либо осознанно, он походил на дергавшуюся куклу с наклеенной бородой и белыми волосами. И я видел, как он болтается, таскается по салону словно по вертепу, разом философическому и научному, где словно в поминальной речи или университетской лекции, он служил одновременно напоминанием о щите сущего и объектом естественной истории. Это были куклы. Но чтобы отождествить их с людьми, которых мы знали, следовало бы прочесть их разом в нескольких плоскостях. Эти плоскости были расположены за ними и придавали им глубину. Они вынуждали нас, когда мы видели перед собой старых марионеток проделать мыслительную работу. И мы должны были смотреть и памятью, и глазами на кукол, купающихся в невещественных цветах лет, манифестирующих время. Время обычно невидимое, но чтобы проявиться ищущее тел, и везде, где находит, овладевающее ими, дабы осветить их своим волшебным фонарем. Бесцветный, как голо на дверной ручке моей комбрейской комнаты, обновленный, неузнаваемый, Д'Аржанкур был откровением времени, и он отчасти проявлял его, делал его зримым. В новых элементах, составивших лик и личность господина Д'Аржанкура, считалось, число лет проступал символический облик жизни, не такой, какой она является нам, непостоянной, но настоящей, атмосферой столь изменчивой, что спесивый вельможа на закате лет предстал карикатурным старьевщиком. Впрочем, глядя на других, можно было заметить, что эти изменения, эти подлинные потери выходят за рамки естественной истории. При звуках имени становилось понятным, что один и тот же человек может не только приобрести, как господин Д'Аржанкур, характеристики новой и отличной породы, но также и наружные черты другого. Много неожиданных возможностей, как в случае господина Д'Аржанкура, извлекает время из какой-либо девушки, и эти возможности, будь они всецело физиогномическими или телесными, казалось, не исключают и чего-то морального. Когда меняются черты лица, когда они собираются иначе, чуть медленнее отклоняясь от привычного вида, они обретают вместе с другим обликом новое значение, и подчас распухшие до неузнаваемости щеки какой-нибудь женщины, о которой только и было известно, что она ограничена и черства, непредсказуемый изгиб носа, вызывают тоже приятное удивление, как некое прочувствованное и глубокое слово, смелые и благородные действия, которых от кого кого, а уж от нее-то мы не ожидали. Вокруг этого носа, нового носа, открывались горизонты, на которые и нельзя было рассчитывать. Доброту и нежность, некогда немыслимые, уже можно было соединить с этими щеками. Перед этим подбородком можно было говорить такое, что никогда не пришло бы в голову высказать перед прежним. Эти новые линии лица воплощали иные черты характера. Сухая тощая девушка превратилась в огромную и снисходительную вдову. Так что, подразумевая не только зоологические, как в случае господина Даржанкура, но и социальные, и моральные смыслы, можно было сказать, что перед нами другая особь. Во всех этих отношениях утренник обладал гораздо большей ценностью, нежели просто образ прошедшего. Благодаря ему в поле моего зрения попадало, помимо большинства никогда не виденных мною, сменяющих друг друга образов, отделявших прошедшее от настоящего, еще и связь между настоящим и прошлым. Она была в чем-то схожа с тем, что называлось некогда оптическим видением, но оптическим видением лет, а не одного момент, одного лица затерянного в искаженной перспективе времени. Что касается женщины, любовником которой был Даржанкур, она не очень изменилась, если учесть, сколько прошло времени. То есть ее лицо было не то чтобы стерто для лица человека, трансформировавшегося во все время своего движения в пропасти, куда он заброшен, пропасти, расположение которой мы можем выразить только с помощью равнотщетных сравнений, поскольку заимствуем их лишь в пространственном мире, сравнений, которые самые большие, когда мы ориентируемся по ним в смысле высоты, длины или глубины, дают нам понять, что этот непостижимый и ощутительный объем существует. Очередной пересказ Бергсона, однако Пруст его развивает, наполняет абстрактные схемы практическим смыслом и непосредственными выводами, с которыми сам Бергсон, вероятно, не всегда был бы согласен. И от того, что необходимо было подыскивать людям имена, прослеживать ход времени, я неминуемо был подведен к восстановлению, возвращению на исконное место забытых мною годов. С этой точки зрения, чтобы не впасть в ошибку из-за мнимой тождественности расстояний, абсолютно новый облик какого-либо существа типа господина Даржанкура был для меня словно неким ошеломительным знамением реальности дат, реальности, остающейся для нас обычно чем-то абстрактным. Так карликовые деревья или гигантские бао-бабы свидетельствуют о том, что мы пересекли некий меридиан. Жизнь тогда предстанет феерией. В каждом новом акте малютка на наших глазах становится юношей, потом зрелым мужем и клонится к могиле. Благодаря этим необратимым изменениям мы понимаем, что люди, встреченные нами через довольно большие временные промежутки, изменились. И понимаем также, что сами подвластны этому закону, что эти создания, в такой степени преобразившиеся, ничем уже не напоминающие самих себя, остаются собой. И как раз потому, что остались собой, они так не схожи с теми, кого мы некогда знали. Я когда-то дружил с одной девушкой, и теперь, побелевшая, воплотившаяся во вредной старушонке, она, казалось, свидетельствовала о необходимости переоблачения в финальном дивертисменте, чтобы никто не узнал актеров. Однако, стан ее брата был, как прежде, прям, брат был сильно похож на самого себя, и поэтому было непонятно, отчего, его усы белы, растущие на юном лице. Клочья белых бород, доселе абсолютно черных, придавали человеческому пейзажу этого утренника что-то меланхолическое, как первые желтые листья на деревьях, в то время как мы, полагая, что лето будет долгим, не успев вдоволь им насладиться, вдруг поняли, что наступила осень. Во времена моего детства я жил лишь сегодняшним днем, и уже тогда составил о себе самом и о других окончательное мнение. Тут я впервые, благодаря произошедшим метаморфозам, заметил истекшее время. Меня потрясло откровение, что оно истекло и для меня. Безразличная сама по себе их старость приводила меня в уныние, уведомляя о наступлении моей. К тому же последняя была провозглашена мне словами, которые спустя несколько минут поразили меня, как судные трубы. Первые были произнесены герцогиней Дегермант. Я только подошел к ней, пройдя сквозь двойную ограду любопытствующих, которые, не отдавая себе отчета в удивительных эстетических тонкостях своего туалета, взволнованные этой рыжей головой, этим ярко-телесным туловищем, едва двигающим своими черными, кружевными, сдавленными драгоценностями, плавниками, высматривали в его извивах наследственные черты, как будто это была старая священная рыба, инкрустированная камнями, в которую воплотился гений, покровитель семьи германтов. «Как я счастливо встретиться с вами, мой самый старый друг», сказала она. В пору моего комбрейского юношеского самолюбия для меня не представлялось возможным войти в круг ее друзей, чтобы принимать подлинное участие в реальной волшебной жизни германтов, считаться одним из ее друзей, столь же близких, как господин де Бреуте, господин де Форестель, Сван, как все, кто уже умер. Прежде всего, это могло польстить мне, но я был скорее опечален. «Самый старый друг», подумал я, «она преувеличивает. Может быть, один из самых старых, но я стала быть». Тут ко мне подошел племянник принца. «Вы как старый парижанин», сказал он. Мгновение спустя мне передали записку. Дело в том, что, приехав, я встретил младшего Летурвиля, о родстве которого с герцогиней помнил плохо, хоть он и был немного мне знаком. Он только что окончил Сен-Кир, и я решил, что он может стать для меня славным товарищем, как Сен-Лу, ввести меня в курс армейских дел, изменений, произошедших в военной службе. Я сказал ему, что разыщу его вскоре, и что мы могли бы поужинать вместе. Он с радостью принял мое предложение». Сен-Кир военная школа, основанная Наполеоном в 1803 году. В 1808 году перемещена в Сен-Кир неподалеку от Версаля. После Второй мировой войны перемещена в Британь, сохранив название. Но я слишком долго мечтал в библиотеке, и он написал в записке, что не мог больше ждать, и оставил мне свой адрес. Записка этого гипотетического товарища кончалась так. «Со всем уважением ваш юный друг Ле Турвиль». «Юный друг». «Ведь именно так я писал когда-то людям лет на тридцать старше меня». «Ле Грандену, например». «Что этот младший лейтенант, который, как мне казалось, мог быть моим товарищем вроде Сен-Лу, назвался моим юным другом?» «Видно, с того времени изменились не только методы ведения войны, и для господина де Ле Турвилья, я был уже не товарищем, но пожилым человеком. От этого господина, для которого я возомнил себя таким, каким сам себе казался подходящим другом, я словно был удален движением невидимого компаса, о котором и не помышлял, так далеко отодвинувшим меня от юного лейтенанта, что я показался назвавшему себя юным другом, почти стариком. И тотчас кто-то заговорил о блоке. Я спросил, о ком речь, о сыне или об отце, а смерть последнего во время войны я не знал, рассказывали, что его свели в могилу переживания из-за Франции. Я и не знал, что у него есть дети, не знал даже, что он женат, ответил мне принц. Но мы очевидно говорим об отце, потому что молодым человеком его назвать сложно, добавил он, смеясь. У него могли бы быть сыновья, и они уже были бы взрослыми. И я понял, что речь идет о моем товарище. Впрочем, он тотчас вошел. Блок уже вошедший появится и во второй раз. Равно как Жильберта, с которой главный герой два раза поздоровается. Узнав Рошель, он примется за описание незнакомой омерзительной старухи, чтобы потом назвать ее Рошелью. Текст, хотя в целом и выглядит лучше пленницы и беглянки, не был полностью закончен. Хотя, с другой стороны, в нежелании выбрать между двумя пассажами есть какая-то мораль. События жизни бессистемны, смерть человека, как свидетельствует история и сам роман Пруста, смотрите ниже, не препятствует его воскрешению, хоть это и невозможно. Что уж говорить о таких мелочах, как возможность два раза поздороваться с человеком, не узнать уже узнанную даму и тому подобное. И действительно, я увидел, что на облик блока наложились расслабленность и говорливость, что голова его слегка трясется, так, как ее иногда заклинивает. Я смог узнать в нем ученую усталость добродушного старика, если бы с одной стороны не узнал своего друга, если бы воспоминания не оживили юношеского задора, который, кажется, теперь уже остыл. Для меня, знавшего его с юных лет, встречавшегося с ним постоянно, он так и остался товарищем и подростком, юность которого я соразмерял, не думая, сколько сам прожил с того времени, с юностью, бессознательно приписываемой себе самому. Я слышал, как говорили, что он выглядит не старше своих лет и был удивлен, заметив на его лице некоторые признаки, свойственные пожилым людям. Это потому, понял я, что он действительно уже не молод, что именно так немало поживших подростков жизнь делает стариками. Кто-то, услышав, что говорили о моей болезни, спросил, не боюсь ли я подхватить испанку, свирепствовавшую в то время, и некий благожелатель ободрил меня, сказав, нет, это опасно скорее для молодежи, для людей вашего возраста, это уже не страшно. Утверждали, что слуги сразу меня узнали. Они шепотом повторяли мое имя, и даже, рассказала одна дама, она услышала, как они на своем языке говорили, это папаша, выражение, предшествующее моему имени. Так как у меня не было детей, это могло относиться только к моему возрасту. Знаю ли я маршала, переспросила герцогиня, но я была знакома и с более представительными людьми, герцогиней де Галлиера, Полиной де Перегор, его преосвященством Дюпанлу, герцогиня де Галлиера, Полина де Перегор, его преосвященство Дюпанлу, последний, 1802-1878, был епископом в Орлеане, что до остальных, то это не менее представительные люди, известные герцогини де Германд, существовали реально. Слушая ее, я простодушно досадовал, что не был знаком с теми, кого она называла осколками старого режима. Имеется в виду монархическое правление. Мне бы стоило подумать, что старым режимом называют то время, от которого виден уже только самый конец. И потому, едва различимое на горизонте, оно приобретает сказочное величие, и, как нам кажется, замыкает мир, уже недоступный для зрения. И все-таки мы тоже движемся, и скорее сами находимся на горизонте, для тех, кто идет позади нас. Горизонт отодвигается, и окончившийся, казалось, мир начинается снова. Мне в молодости даже довелось видеть, добавила госпожа Дагермант, герцогиню Додино, матерь божья. Знаете, мне тогда было не больше двадцати пяти. Эти слова вызвали у меня досаду. Она не должна так говорить, так говорят старухи. И тотчас я вспомнил, что она уже действительно стара. Что касается вас, продолжала она, вы все тот же. Да, это поразительно, вы всегда остаетесь молодым. Это было сказано меланхолически, потому что имело смысл только в том случае, если мы на самом деле, хотя бы и не внешне, стали стары. И последний удар она нанесла, добавив, я всегда сожалела, что вы не женились. Но кто знает, быть может, это и к счастью, у вас бы к войне уже могли быть вполне взрослые сыновья, и если бы их убили, как убили бедного Рубера, я часто думаю о нем, то вы с вашей чувствительностью не смогли бы этого перенести. Я теперь посмотрел на себя в первом из встреченных мною правдивом зеркале, глазами стариков, которые с их точки зрения остались молодыми, как казалось и мне самому. Но если я указывал, к примеру, желая услышать опровержение, на свою старость, то в их взглядах, запечатлевших меня таким, какими они не могли себя видеть, таким, какими я видел их, я не встречал протест. «Мы не видим собственного облика, свои года, но словно в зеркале каждый видит их в другом. И, наверное, открытие собственной старости многих печалило меньше, чем меня. Это, впрочем, случается не только со старостью, но и со смертью. Иные встречают ее с безразличием, не потому, что они смелее других, но потому, что у них не такое богатое воображение. Во-вторых, человек, с детства стремившийся к одной цели, осуществление которой лень и состояние здоровья вынуждали постоянно откладывать, каждый вечер аннулирует истекший и потерянный день, так что болезнь, ускоряющая старение тела, замедляет старение духа. И, увидев, что жизнь во времени приостановлена не была, он бывает удивлен и потрясен сильнее, чем тот, кто мало обращается к своим глубинам, справляется по календарю и не обнаруживает внезапно итог лет, подводимый день ото дня. Но моя подавленность объяснялась более основательными причинами. Я открыл разрушающее действие времени только тогда, когда готов уже был в произведении искусства приняться за прояснение осмысления вне временной реальности. В некоторых людях последовательное, но совершенное в мое отсутствие замещение каждой клетки новыми, произвело столь полное изменение, столь глубокую метаморфозу, что я мог бы сто раз ужинать с ними лицом к лицу в одном ресторане, не подозревая даже, что мы были когда-то знакомы, не догадываясь о королевском достоинстве такого-то инкогнито или тайнах пороках такого-то неизвестного. И сопоставление становилось просто недопустимым, когда я слышал их имена, ибо еще можно представить себе, что сидящий напротив преступник или король, в то время как тех-то я знал, вернее, знал людей, носивших те же имена, но они были столь непохожи на этих, что я не мог поверить, что это они и есть. Напоминание о сказанном выше как раз потому, что остались с собой, они так не похожи на тех, кого мы некогда знали. Однако стоит лишь составить представление о монаршем положении или пороках сидящего напротив человека, как это незамедлительно придаст ему новую личину. В то время как еще ничего о нем не ведая, мы легко позволили бы себе непростительную позднее дерзость или любезность. Причем эта личина сложилась бы из тех же черт, которые доселе не содержали в себе ничего выдающегося или подозрительного. И я изо всех сил долдонил в лицо абсолютно неизвестной женщине о том, что она госпожа Сарза, так что в конце концов восстанавливал некогда знакомое мне выражение этого лица. Но теперь оно осталось бы совсем чужим, лицом неизвестной особы, потерявшей все известные мне человеческие свойства, подобно тому, как человек снова превращается в обезьяну, если бы ее имя и убежденность в их тождественности не наставляли меня, несмотря на то, что проблема была трудно разрешима, на путь к истине. Иногда, правда, старый образ возрождался довольно ясно, и я мог устроить и мощную ставку, но, как свидетель, увидевший обвиняемого, был вынужден в силу того, что разница все-таки велика, сказать «нет, я ее не узнаю». Жильберто де Сенлу спросил меня «Вы не хотите поужинать со мной в ресторане?» когда, сказав в ответ «Если вы не находите компрометирующим ужинать вдвоем с молодым человеком», я услышал, что вокруг смеются и поспешил добавить «или скорее с пожилым человеком». Я чувствовал, что вызвавшая смех фраза была из тех, которые могла бы, говоря обо мне, сказать моя мать, мать, для которой я всегда оставался ребенком. Я отметил, что, судя о себе, встал на ту же точку зрения, что и она. Если я и доходил, как она, до констатации определенных изменений, произошедших со времени моего раннего детства, то это все-таки были изменения очень давние. Сам я покамест дошел только до уровня того, о ком говорят, едва ли не опережая события. Теперь он уже почти взрослый молодой человек. Так еще думал и я, но на сей раз с огромным опозданием. Я не заметил, как изменился, но в сущности эти люди, гоготавшие только что, замечали ли они что-то подобное относительно самих себя? Я не был сед, мои усы были черны. Мне хотелось спросить у них, в чем заключалась эта жестокая очевидность. Несомненно, что сделанное мною неприятное открытие могло послужить мне в том, что касается материи моей книги. Раз уж я решил, что не смогу составить ее исключительно из подлинных цельных впечатлений, впечатлений, живущих вне времени, среди истин, с которыми считал я они слиты, впечатления, относящиеся ко времени, времени омывающему и изменяющему людей, общества, нации, займут в моем произведении важное место. Я стал бы рассматривать не только искажения, которым подвергается внешний облик, так что примеры тому мог видеть ежеминутно, ибо все еще размышляя о своем произведении, уже набравшем достаточную силу, чтобы я мог не отвлекаться на приходящие затруднения, я здоровался со знакомыми и болтал с ними. Старение, впрочем, не сказалось на всех одинаково. Я слышал, как кто-то спросил мое имя, мне сказали, что это господин де Камбрэмер, чтобы показать, что он меня узнал, он спросил, ну что, вас все еще мучают удушья, и на мой утвердительный ответ добавил, но видите, это вовсе не препятствует долгожительству, словно я отмечал свое столетие. Я говорил с ним, не в силах отвести глаз от двух или трех черт, что могли еще по моей мысли вернуть меня к тому обобщенному воспоминанию, тогда как все остальное было совсем не похоже, которое я связывал с его особой. На секунду он повернул голову в сторону. Я увидел, что он стал неузнаваем от того, что на его щеке налипли огромные красные мешки. Они мешали ему нормально открывать рот и глаза. И я шалел, не осмеливаясь смотреть на эту разновидность карбункула, о котором казалось было бы приличнее, если бы он заговорил первым. Но, как мужественный больной, он даже не намекал на свою болячку, смеясь, а я боялся показаться бессердечным, не спрашивая его, и невежливым, спросив, что с ним случилось. Но разве с годами они не стали реже? Продолжал он расспрашивать об удушьях. Я ответил ему, что нет. Вот оно что. А сестра моя задыхается теперь меньше, чем раньше, заметил он, словно возражая, как если бы мое заболевание не могло отличаться от заболевания его сестры, как если бы возраст был таким лекарством, что невозможно было допустить, что раз уж оно пошло на пользу госпоже Дегонкур, оно могло не принести мне исцеления. Когда подошла госпожа Декамбремер Легранден, я все более опасался проявить бесчувственность, не посочувствовав тому, что заметил на лице ее мужа, но тем не менее, все еще не осмеливался заговорить об этом первом. Ну, вы рады были с ним повидаться? спросила она. Да. Как он сейчас? бросил я неопределенным тоном. Слава Богу, не слишком плохо, как вы видели. Она не замечала болезни, ослепившие меня, ибо это была одна из масок времени, наложенные им на лицо маркиза, но столь осторожно, утолщая его так постепенно, что его супруга не обратила на это внимания. Как только господин Камбремер закончил свои расспросы о моих удушьях, я у кого-то тихо осведомился, жива ли еще его мать. На самом деле, в подсчетах истекшего времени труден только первый шаг. Поначалу испытываешь большие затруднения, представляя, сколько времени прошло потом, что не прошло еще больше. Мы думаем, что XIII век далек, затем с трудом верим, что еще существуют церкви XIII века, которые, однако, столь многочисленны во Франции. За несколько секунд я проделал эту долгую работу, когда люди с трудом понимают, что человеку, с которым они познакомились в молодости, было лет шестьдесят с еще большим трудом, спустя пятнадцать лет осознают, что он еще жив, что ему всего лишь семьдесят пять. Я спросил господина де Камбремера, как поживает его мать. Она, как всегда, очаровательна, ответил он, употребляя прилагательная, какое в противоположность племена, где безжалостно обходится с престарелыми родителями, применяется в определенных семьях к старикам, чисто бытовые способности которых, вроде слуха, прогулки пешком на мессу, умения стойко переносить траур, запечатлевают в глазах детей необычайную моральную красоту. Лица других остались неповрежденными, разве что казалось, что они испытывают неловкость, когда им нужно было пройтись. Поначалу можно было подумать, что у них болят ноги, и только затем приходило понимание, что эта тяжкая поступь объясняется старостью. Облик других, как облик принца Агрегенского, старость украшала. Этому высокому тощему человеку с тусклым взором и волосами, которые, казалось, должны были навечно остаться рыжеватыми, наследовал путем метаморфозы, аналогичной с теми, что претерпевают насекомые, старик, а его ярко-рыжие волосы, они очень уж нам примелькались, как слишком долго служивший ковер, сменились белыми. Грудь его приобрела прежде неведомую, неколебимую, почти воинственную дородность должно быть именно она и привела к подлинному перерождению известной мне хрупкой хризолиды. Значительность, погруженная в самосозерцание, наводила на глаза поволоку, между тем в глазах светилась новая доброжелательность, на этот раз обращенная к каждому. И так как, несмотря ни на что, определенное сходство между сегодняшним властным принцем и портретом, сохраненным моим воспоминанием, существовало, я восхитился неповторимой обновляющей силой времени, которая, щадя еще единство человека и законов жизни, умело меняла декор, вводила смелые контрасты в два следующих друг за другом лика того же персонажа, ибо многих из этих людей можно было отождествить сразу, но лишь, как довольно слабые изображения их самих, собранные на выставке неточного и недоброжелательного художника, ожесточившего черты одного, стершего свежесть лица легкость стана второй, омрачившего ее взгляд. При сравнении образов с сохраненными мною в душе, мне меньше нравились те, что были показаны в конце. Так же, как зачастую мы находим одну из фотографий, которые друг предлагает на выбор, не очень удачной, и отказываемся от нее, каждой особе, предъявлявшей мне свой образ, хотелось сказать «Нет, не этот, он не удался, это не вы». Я не осмелился бы добавить, вместо вашего прекрасного прямого носа, вам тут сделали крючковатый нос вашего отца, которого я у вас никогда не видел. И действительно, этот нос был и нов, и наследствен. Одним словом, художник время кроил свои модели так, что они были узнаваемы. Но они не были похожи на себя, не потому, что время льстило им, но потому, что оно их старило. Впрочем, этот художник работает очень медленно. Так, копию лица Детты, едва набросанный эскиз которого в тот день, когда впервые увидел Бергота, я различил в лице Жильберты. Время довело наконец до совершеннейшего сходства, подобно художникам, которые долго таят полотна и год от года не могут их закончить. Если некоторые женщины признавали свою старость, подкрашиваясь, то, напротив, на лицах некоторых мужчин, которых я никогда ни в чем подобном не подозревал, старость проявилась отсутствием румян, и все-таки казалось мне, они сильно изменились. Как только, разочаровавшись в своих попытках кому-либо нравиться, прекратили пользоваться притирками. Среди них был Ле Гранден. Упразднение розоватости губ и щек об искусственном характере этого цвета я прежде не догадывался, придало его лицу сероватый налет, скульптурную резкость камня. Он пал духом до такой степени, что не только перестал румяниться, но и улыбаться, блестеть глазами, вести замысловатые речи. Удивительно было, что он бледен, подавлен, редко что-либо говорит, что слова его так же незначительны, как слова вызванных душ умерших. Хотелось спросить, что мешает ему быть оживленным, красноречивым, обворожительным, как мы спрашиваем себя, наблюдая безликого двойника, остроумневшего при жизни человека, когда спирит задает ему вопросы, на которые должны были бы посыпаться восхитительные ответы. И отвечаем, что причины, по которой красочный и быстрый Ле-Гран-Ден был подменен бледным и печальным фантомом Ле-Гран-Дена, была старость. Я узнавал многих не только по имени, но иногда и по лицам, сохранившимся до этого времени. Так, в частности, с Кого, изменившегося не более чем высохший цветок или фрукт. Это был бесформенный набросок подтверждающий мои теории об искусстве. Он взял меня под руку. Я это слушал восемь раз и так далее. Другие не были любителями, они были светскими людьми. Но старость не способствовала их созреванию. И даже если они осенили себя первым кругом морщин и шапкой седых волос, то оставшиеся прежними кукольные лица хранили игривость восемнадцатилетних. Они были не стариками, но молодыми людьми лет восемнадцать, необычайно рано увядшими. Пустяка бы хватило, чтобы изгладить стигматы жизни, и смерти не составит труда вернуть лицу его юность, как немного труда нужно для очистки портрета, которому лишь легкий налет мешает блистать, как прежде. Я подумал также о заблуждении, жертвами которого мы становимся, когда, слушая, что говорит какой-либо прославленный старик, загодя вверяемся его доброте, справедливости, мягкости души, ибо я понимал, что сорока годами ранее эти люди не обладали ни одним из перечисленных достоинств, и нет никакого основания полагать, что они не сохранили своей суетности, двоедушия, спеси и товарства. И однако резко контрастировали с ними невыносимые некогда мужчины и женщины, которые мало-помалу растеряли свои недостатки, либо жизнь, расстроив или исполнив мечты, лишила их самомнения или горечи. Выгодное супружество после чего уже необязательны борьба и хвостовство, влияние жены, постепенное знакомство с достоинствами других людей позволили тем, в ком прежде проступало лишь юношеское легкомыслие, умерить нрав и развить свои достоинства. Эти-то люди, старея, предстают другими, подобно деревьям, которые осенью, окрашивающие их в иные цвета представляются сменившими вид. В них старческие особенности проявились в полную силу, но как что-то моральное. У других это было чем-то физическим, столь непривычным, что некая особа, госпожа Дарпажон, к примеру, казалась мне разом знакомой и незнакомой. Незнакомой, потому что невозможно было заподозрить, что это она, и против своей воли я не мог, отвечая на ее приветствие, скрыть напряжение ума, колебавшегося между тремя или четырьмя вариантами, среди которых госпожи Дарпажон не было. Чтобы понять, кого же я поприветствовал, ее должно быть удивившей, ибо в раздумьях, опасаясь показаться слишком холодным, вдруг то был некогда близкий друг, я компенсировал неискренность взгляда теплотой рукопожатия и улыбки. Но, с другой стороны, это новое обличие не было мне незнакомо. То было обличие, которое я в течение жизни часто встречал в крупных пожилых женщинах, не подозревая тогда, что они могли бы многими годами раньше походить в чем-то на госпожу Дарпажон. Это обличие так отличалось от того, в каком мне запомнилась маркиза, словно она была обречена, как персонаж феерии, предстать поначалу юной девушкой, затем полной матроной, которая, наверное, вскоре станет сгорбленной и трясущейся старушонкой. Как мы узнаем ниже, герой встретился с уже мертвой маркизой, следовательно, теперешний ее облик вечен и не может претерпеть изменений. Казалось, будто она неуклюжая пловчиха, которая видит берег где-то далеко впереди, с трудом разгребая захлестывающие ее волны времени. Тем не менее, мало-помалу, разглядывая ее колеблющееся лицо, неопределенная как неверная память, которая не удерживает уже былых очертаний, я что-то в нем обнаружил, придавшись легкой игре в поиск квадратов шестиугольников, добавленных возрастом к ее щекам. Впрочем, то, что примешалось к женским щекам, не всегда было геометрическими фигурами. В щеках герцогини де Германт, неизменных, однако разнородных, словно нуга, я различал след ярмедянки, маленький розовый осколок ракушки, опухоль, трудную для определения, не столь крупную, как шарик омелы, но более тусклую, как стеклянный жемчуг. Некоторые мужчины хромали. Чувствовалось, что это обусловлено непоследствием дорожного инцидента, но первым ударом, ибо они уже, как говорится, были одной ногой в могиле. Приоткрыв ноги, наполовину парализованные, некоторые женщины, казалось, не могли вытянуть шлейф своего платья, зацепившегося за камень склепа, а потому у них не получалось выпрямиться, так что, опустив голову и вписавшись в кривую, занятую ими ныне между жизнью и смертью, они застыли предпоследним падением. Ничто не могло противиться движению одолевающей их параболы, и, едва попытавшись подняться, они начинали трепетать, и их пальцы уже не могли ничего удержать. У некоторых даже волосы не посидели. Так я узнал, когда он шел сказать что-то своему хозяину, старого лакея принца Дегермант. Суровые щетинки торчали из его щек, равно как и из черепа. Все такие же ржеватые, отливающие розовым, так что сложно было заподозрить, что он подкрашивается, как герцогиня Дегермант. Но от этого он был не менее стар. Чувствовалось лишь, что среди мужчин есть, как в растительном царстве мох, лишайник и множество других, виды, не меняющиеся с наступлением зимы. Впрочем, можно ли поверить, что эти свойства умирают? Я всегда считал человеческую особь колонии полипов, где глаз, как ассоциированный, но независимый организм, щурится, если летит пылинка, хотя разум и не подавал такой команды. И более того, скрытый паразит кишечник заражается при полной безучастности разума. И подобным образом в течение жизни дело обстоит с душой, чередой наших «я», сообщающихся, но отличных, умирающих одно после другого, или даже чередующихся меж собой, как те, что в комбре сменялись во мне одно другим едва наступал вечер. Но я заметил также, что моральные клетки, составляющие человека, более долговечны, чем он сам. Я видел пороки и смелость германтов, проявившиеся в Сен-Лу, его собственные странные редкие недостатки, семитизм свана. Все это я мог наблюдать и в блоке. Несколько лет назад он потерял отца, и хотя я написал ему тогда же, он не мог поначалу ответить, ибо помимо безмерных родственных чувств, зачастую присущих еврейским семьям, мысль, что отец превосходил собой всех живущих, придала его любви форму культа. Ему тяжело было перенести эту потерю, и он почти на год слег в клинику. На мои соболезнования он ответил с глубоким чувством и почти надменно, полагая, видимо, что я завидую его близости с таким великим человеком. По воску отца с двумя лошадьми он охотно передал бы какому-нибудь историческому музею. Исторические путешествия покойного в упомянутой коляске описываются романистам в романе «Под сенью девушек в цвету». Легкая ирония второго плана направлена не на семейственные чувства, а на комическую фигуру блока отца, даже после смерти, ухитряющегося сеять вокруг себя какую-то фанаберию. Теперь за столом в его семье тот же гнев, поднимавший некогда господина блока на господина Ниссима Бернара, воодушевлял блока против его тести. За столом он устраивал ему такие же выходки. Как тогда, когда слушал слова Кутара, Брешо, стольких других, я чувствовал, что, благодаря моде и культуре, одна единственная волна перекатывает по всей протяженности земли одни и те же манеры разговора мысли. Точно так же по всей протяженности времени мощные донные потоки струят из глуби веков сквозь слои поколений все те же чувства гнева, печали, отвагу, причуды, и, сняв срезы нескольких пластов той же серии, мы обнаружим, что они повторяются словно тени в смежных кадрах или фигуры на идентичной картине, зачастую не столь ничтожной, как та, что поставила блока и его тестя, в те же отношения, что господина блока отца и господина Несима Бернара, как она поставила в те же отношения других, которых я не имел чести знать. Пластов той же серии. Серия геологическая, наиболее крупная статеграфическое подразделение, охватывающее мощную толщу горных пород и отвечающее единому осадочному вулканическому или тектоническому циклу. На некоторых ликах под ореолом белых волос уже наблюдалось окоченение. Веки были запечатаны, как у тех, кто вот-вот умрет, и губы, охваченные вечной дрожью, казалось, седили отходную молитву. Лицу, судя по линиям, все тому же чтобы оно показалось другим, хватало этих седых вместо черных или русых волос. Театральным костюмерам известно, что довольно напудренного парика, чтобы сильно изменить чью-либо внешность, сделать человека неузнаваемым. Юному графу де, я как-то видел его лейтенантом в ложе госпожи де камбромер, в тот день, когда госпожа де гармант присутствовала в бенуаре своей кузины. По-прежнему были присущи безукоризненно правильные черты лица, и более того, функциональная артериосклерозная одервенелость еще сильнее разгладила бесстрастную гладкость физиономии Денди, силой неподвижности придав чертам интенсивную, почти гримасообразную ясность, которую они обрели бы в наброске Монтенье или Микеланджело. Цвет его лица, некогда румяного и игривого, ныне был торжественно бледен. А серебренные волосы, легкая полнота, благородство дожи, усталость, доходившая чуть ли не до желания соснуть, все сошлось, дабы по-новому и пророчески знаменовать окончательное величие. Замена прямоугольника светлой бороды равным прямоугольником белой произвела столь совершенную трансформацию, что, когда я заметил пять нашивок у этого лейтенанта, моей первой мыслью было поздравить его не с тем, что его повысили, и он теперь полковник, но с маскарадным полковничьим костюмом, который так ему шел, что ради него, казалось, он заимствовал не только униформу, но и степенный грустный облик прославленного офицера своего отца. Седая борода, сменившая светлую, тогда как лицо осталось живым, улыбающимся и юным, казалось, лишь усилило его красноту и подвижность, блеск глаз, придавало этой светской юности вид пророческого вдохновения. Трансформация, произведенная Сединой и некоторыми другими элементами, в особенности у женщин, не привлекла бы меня с такой силой, если бы была лишь изменением цвета, чарующим глаз, а не, что волнует дух, заодно изменением и личности. И действительно, узнать кого-либо, особенно после того, как не удавалось его отождествить, значило помыслить под единым наименованием два несовместимых предмета, значило допустить, что находящегося здесь человека, которого мы помним, больше не существует, и что он же присутствует здесь, но мы с ним больше не знакомы. Это должна быть мистерия, почти столь же волнующая, как мистерия смерть, который, впрочем, это служит прологом и пророчеством. Ибо я знал, что означают эти изменения, к чему это прелюдия. Вот почему так впечатлялась седина женщин, связанная со многими другими переменами. Мне называли имя, и меня поражало, что оно приложимо разом к белокурой танцорке, с которой я был когда-то знаком, и неповоротливой седой даме, грузно проплывавшей мимо. Если не считать некоторые розовости лица, имя, быть может, было единственным связующим звеном между двумя этими женщинами, различавшимися сильнее одна из памяти, вторая сутринника германтов, чем пастушка и вдова из театральной пьесы. Для того, чтобы жизнь смогла придать танцорке это огромное тело, чтобы она смогла замедлить, словно при помощи метронома, свои стесненные движения, для того, чтобы, быть может, с единственной общей деталью, с щеками, более полными, конечно, но в детстве имевшими розоватые пятнышки, она могла подменить легкую блондинку этим старым, пузатым генералом, ей следовало совершить больше опустошений и разрушений, чем для возведения купола вместо колокольни. И только подумаешь, что подобная работа произведена не над податливой материей, но над плотью, изменяемой нечувствительно, едва-едва, потрясающий контраст между настоящим явлением и девушкой, которую я вспоминал, отодвигал последнюю в более чем далекое прошлое, в доисторические времена. Очень сложно объединить два эти облика, помыслить два эти лица под одним именем, ибо так же, как с трудом можно представить, что умерший был жив, или что тот, который был жив, сегодня мертв, почти так же сложно, того же рода затруднения, ибо уничтожение юности, разрушение человек полного сил, это уже первое небытие, постигнуть, что та, которая была юна, стара, когда облик этой старухи, наложенный на облик юной женщины, казалось бы, настолько ее исключают, что поочередно старуха, затем молодая, потом опять старуха, становится наваждением, и не поверишь, что когда-то последняя могла быть первой, что материя у нее та же, и что она не скрылась в другие края, и милостью умелых манипуляций времени стала последней, что это та же материя, наполняющая то же тело, если бы не свидетельство имени и друзей, которому придаст вероятность правдоподобие розы, затерянные некогда межзолотых колосьев и теперь занесенные снегом. Как и в случае снега, казалось, степень белизны волос на свой лад свидетельствует о глубине истекшего времени. Так, горные вершины, которые, даже если они появляются на наших глазах на той же линии, что и другие, тем не менее, выдают свою высоту заснеженной белизной. Это правило, впрочем, было справедливо не для всех случаев, особенно, если говорить о женщинах. Раньше пепельные, блестящие, как шелк, пряди принцессы де Германт, струящиеся по выпуклому лбу, казались мне серебряными, а теперь, приняв со временем тусклую матовость шерсти или пакли, напротив они казались серыми, как потерявший свой блеск грязный снег. Часто на долю легких танцовщиц вместе с седым париком выпадала не только недоступная ранее дружба герцогинь, ибо искусство снизошло на них некогда лишь танцевавших благодатью, и, подобно тому, как в семнадцатом веке блестящие дамы ударялись в религию, они жили в квартирах, увешанных кубистскими полотнами, кубист работал во имя этих женщин, а их жизнь была посвящена ему. Кубизм употребляется здесь скорее как один из символов смены эпох. Для поклонника Эльстира, Бергота и Вентея это искусство находится, если не за пределами понимания, то, по крайней мере, за пределами поиска и усилий. Старики со столь изменившимися чертами пытались закрепить, однако, как постоянное состояние, одно из тех мимолетных выражений, которые мы принимаем на секунду и с помощью которых пытаемся либо извлечь видимое преимущество, либо сгладить недостаток. Казалось, они бесповоротно стали неизменяемыми фотографиями самих себя. Все эти люди положили столько времени на облачение в маскарадные костюмы, что наряд, как правило, остался незамеченным теми, с кем они жили. Зачастую им была предоставлена отсрочка, во время которой они довольно долго могли оставаться с собой. Но тогда отложенное переодевание совершалось стремительно. Изо всех фасонов лишь этот был неотвратим. Мне никогда не приходило в голову, что между мадемуазель Икс и ее матерью может быть какое-то сходство. С последней я познакомился в бытность ее старухою. Она была похожа на сплюснутого турчонка. И правда, мадемуазель Икс всегда казалась мне очаровательной стройной девушкой, и она довольно долго держалась. Слишком долго, ибо как человек, которому пока не наступила ночь. надо было не забыть облачиться в костюм турчонка, она принялась замаскараться по зданиям, и поэтому стремительно, почти внезапно сплюснулась и покорно воспроизвела облик персонажа, в роли которого выступила некогда ее мать. «Я испускал усовершен усовершенствованный фонограф, ибо хотя это был голос моего друга, он исходил из толстого, сидеющего, неизвестного мне добряка, а потому мне казалось, что только с помощью какого-то искусственного механического трюка голос моего старого товарища мог быть помещен в этого старика. Однако я знал, что это был именно он. Человек, представивший нас друг другу, совершенно не походил на мистификатор. Сам он объявил мне, что я не изменился, и я понял, что он думает так же и про себя. Тогда я присмотрелся к нему получше. В целом, если закрыть глаза на то, что он растолстел, в нем многое сохранилось. Однако я все не мог увериться, что это он. Тогда я попытался припомнить. В юности у него были голубые, всегда смеющиеся и очень подвижные глаза, стремящиеся к чему-то довольно безличному, очевидно, к тому, о чем я не задумывался, к истине, наверное, с ее вечной неопределенностью. В них сквозила шалость, но также проглядывало и уважение к друзьям семьи. С тех пор, однако, как он стал влиятельным, искусным и деспотичным политиком, его глаза, не нашедшие, впрочем, того, чего искали, замерли, а взгляд стал резок, словно ему мешали сверкать насупленные брови. А веселость, непринужденность, простодушие сменились хитроватой скрытностью. В самом деле, я уже решил, что это кто-то другой. И тут неожиданно в ответ на какие-то слова я услышал его смех, былой, безрассудный смех, смех, всегда сопровождавшийся веселой подвижностью взгляда. Меломаны находят, что оркестровка иксом музыки Зетта совсем на нее не похожа. Но то нюансы, неизвестные профанам. А детский, безрассудный, приглушенный смех под покровом взгляда острого, как голубой, хорошо, хотя и немного криво, очиненный карандаш, это больше, чем отличная оркестровка. Смех прекратился. Ячель было не узнал друга, но как Улисс в Одиссею, бросающийся к мертвой матери, как спирит, который никак не может добиться от призрака объяснения, кто же он такой, как посетитель электрической выставки, который не может поверить, что его голос, воспроизведенный фонографом без изменений, тем не менее, не исходил невзначай от кого-то еще. Я вновь его не узнавал. Тем не менее, следует сделать оговорку, что для некоторых лиц течение времени может быть ускорено или замедлено. Года четыре или пять назад я встретил случайно на улице невестку подруги германтов виконтессу Сейенфиакр. Скульптурность черт, казалось, служила порукой ее вечной молодости. Впрочем, она была еще молода. Но, хоть она улыбалась мне и здоровалась со мною, я так и не смог узнать ее в даме с настолько раскромсанными чертами, что контур лица был уже невосстановим. Дело в том, что на протяжении этих трех лет она принимала кокаин и другие наркотики. В глазах с глубокими черными кругами сквозило сумасшествие. Рот застыл в странном оскале. Она встала, как мне сказали, только ради этого утренника, так как месяцами не покидала кровати или шезлонга. Так что у времени есть экспрессы и особые поезда, везущие к преждевременной старости очень быстро. Но существует и подобная дорога, по которой поезда ходят в обратном направлении, почти столь же скорые. Я принял господина Куржево за его сына, ибо он очень молодо выглядел. Ему должно быть было уже за пятьдесят, но выглядел он моложе тридцати. Он нашел толкового врача, тот запретил ему алкоголь и соль. Господин Куржево вернулся к третьему десятку, и даже, как казалось в этот день, не разменял четвертый. Может быть, от того, что этим утром постригся? Любопытно, что некоторые разновидности феномена старения, казалось, имеют социальное объяснение. Некоторые знатные барри, облачавшиеся всегда в нехитрые аль-пага, укрывавшие голову старыми соломенными шляпами, которые отвергли бы и мелкие буржуа, старели по тому же фасону, что и садовники, и крестьяне, в среде которых они жили. Коричневые пятна испещряли их щеки, лица желтели и темнели, как книги. И я вспомнил о тех, кого здесь не было, потому что на это им уже не хватало сил. Секретари, создавая видимость загробного бытия, приносили извинения, депеши время от времени передавали принцессе, депеши от имени больных, уже много лет умирающих, не встающих больше, больше не двигающихся, даже если возле них собиралось общество легкомысленных визитеров, заглянувших к ним из туристического любопытства и наивности перегримов. Закрыв глаза, вцепившись в четки, полуотбросив почти уже саванное сукно, они походили на каменные изваяния, высеченные болезнью, истончившие до скелета твердую и белую, как мрамор, плоть, на кладбищенские статуи, распростертые на надгробьях. С многочисленной роднёй некоторых лиц я был знаком, не предполагая, однако, что смогу отыскать между ними какие-то общие черты. Пока я восхищался Легранденом, старым седовласом отшельником, я неожиданно обнаружил, можно сказать, с удовлетворением зоолога открыл в плоскости его щек конструкцию щек юного его племянника Леонора де Камбрамера, у которого, однако, в остальном не было с дядей никакого сходства. К этой первой общей черте я добавил другую, незамеченную мною у Леонора, затем другие, не имевшие ничего общего с теми, что представлялись мне привычным обобщением его юности, так что у меня тотчас получилась карикатура, более похожая и глубокая, чем если бы она обладала буквальной точностью. Его дядя казался мне теперь юным Камбрамером, нарядившимся забавы ради стариком, каким племянник в действительности когда-нибудь станет. И так не только то, чем стали былые юноши, но и то, чем станут сегодняшние, отпечатляло во мне с глубокой силой ощущения времени. Поскольку черты женщин, свидетельствующие если не о юности, то хотя бы о красоте уже пропали, женщины исследовали возможность сотворения другого лица из того, что осталось на их долю. Переместив центр если не тяжести, то по меньшей мере перспективы, составив черты вокруг него сообразно иному характеру, к пятидесяти годам они осваивали новый род красоты, как берутся за новое ремесло, или как на земле, на которой больше не растет виноград, выращивают свеклу. В стороне новых линий побуждаемое имя цвела новая юность. Эти превращения, впрочем, не подходили женщинам слишком прекрасным или слишком уродливым. Первые были словно в мраморе обозначены четкими линиями, в которых уже ничего нельзя было изменить, и они рассыпались как статуи. Вторые, известные некоторым безобразием, все-таки имели над красавицами ряд преимуществ. Прежде всего, одни они были все еще узнаваемы, ведь было известно, что в Париже не найдется, к примеру, второго подобного рта, и по таким признакам я опознавал их на утреннике, не узнавая почти никого. К тому же на вид они даже и не старели. Старость есть что-то человеческое, они же были монстрами, и, казалось, видоизменялись не больше, чем киты. Некоторые мужчины и женщины, казалось, не постарели, осанка их была по-прежнему стройна, а лицо юно, как и раньше. Но если по ходу разговора с ними вы приближались к гладкой коже и тонким контуром лица вплотную, лицо представало в ином свете, как это случается с поверхностью растений, каплями воды и крови, когда вы помещаете их под микроскоп. Тогда я различал многочисленные пятнышки на коже, казавшейся гладкой, и во мне нарастало отвращение. Линии не могли устоять перед таким увеличением. Линия носа вблизи ломалась, округлялась, наполнялась теми же жирными кругами, что и все лицо. Рядом прятались в мешке глаза, разрушая сходство нынешнего лица с былым, которое, как издали казалось, и обнаружил. Так что об этих приглашенных можно сказать, что они были молоды издалека, и их возраст увеличивался по мере приближения к лицу и обретения возможности наблюдать его крупным планом. Он зависел от наблюдателя, который должен был занять подходящее место, чтобы бросать на такие лица лишь далекие взоры, уменьшающие предмет подобно стеклу, подбираемому для дальнозоркого. Для них старость, как присутствие инфузорий в капле воды, была обусловлена не столько возрастом, сколько, с точки зрения наблюдателя, коэффициентом удаленности. Женщины стремились удержать неповторимость своего очарования, но зачастую новое вещество лица на это уже не годилось. Страшно было представить, какие временные отрезки должны были истечь, прежде чем мгла совершиться подобная революция в геологии лица, и мы смогли увидеть, какой эрозии подверглась линия носа, какие огромные, непроницаемые и неподатливые напластования по краям щек окружили абрис. Конечно, иные женщины были еще узнаваемы, и лица их сохранили былые черты, разве только головы, гармонируя с сезоном, словно особым осенним украшением, увенчались пепельными волосами. Но другие, особенно мужчины, претерпели такую основательную трансформацию, что отождествить их стало невозможно. Какая, к примеру, могла быть связь между тем брюнетом, как помнится прожигателем жизни и этим старым монахом. Так что подобные баснословные перемены наводили мысль уже не на искусство актера, а на искусство некоторых необыкновенных мимов, которых представляет сегодня Фреголи. Фреголи Леопольдо 1867-1936 итальянский актер и мим его гастроли проходили во Франции в 1900-х годах. Старуха чуть было не плакала, понимая, что неопределенная и меланхолическая улыбка, в которой таилось ее очарование, никогда уже не расцветет поверх гипсовой маски, наложенной на нее старостью. Затем, неожиданно потеряв охоту к слезам и находя более уместном смирении, она использовала новое лицо как театральную маску, вызывая смех. Но почти все женщины не давали себе передышки в борьбе с годами и протягивали к красоте, удалявшееся, как садящееся солнце, последний отцвет, которого они страстно хотели сохранить, зеркало своего лица. Дабы преуспеть в этом, некоторые пытались лицо разгладить, расширить его белую поверхность, отрекаясь от пикантных, но безнадежных ямочек, строптивости обреченной и уже наполовину обезоруженной улыбки. Тогда, как другие, видя безоговорочное исчезновение красоты, вынуждены были, как бы компенсируя искусством дикции потерю голоса цепляться за надутые губки, мягкий прищур, затуманенный взор, иногда за улыбку. Впрочем, от нескоординированности мышц, более им не служивших, улыбаясь, они производили впечатление плачущих. Быть может, одна госпожа де Форшвиль, словно налитая парафином, раздувшим кожу, но воспрепятствовавшим неприятным переменам, походила на былую кокотку, заспиртованную уже навсегда. «Вы перепутали меня с матерью», сказала мне Жильберт. «Это правда». Впрочем, это было почти любезности. Когда мы исходим из мысли, что люди остались прежними, мы находим, что они постарели. Но если мы отталкиваемся от того, что они стары, мы найдем, что они не так уж плохо выглядят. В случае Одетты проблема заключалась не только в этом. Ее облик, когда, зная возраст, вы готовились к встрече со старухой, казался более чудесным вызовом, брошенным законом хронологии, чем устойчивость радия в материи. Если я ее поначалу и не узнал, то вовсе не от того, что она сильно изменилась. Она не изменилась вообще. Определив за этот час, что представляет собой слагаемое, накладывавшееся на облик людей, сколько нужно вычесть, чтобы они предстали прежними моими знакомцами, я теперь без труда производил подобные подсчеты, и когда добавил к былой Одетте сумму истекших лет, полученный мною результат никоим образом не сочетался с особой, что стояло передо мной, так нынешняя походила на былую. Каков был процент румян, краски, с ее золотистыми, гладко зачесанными волосами, похожими на слегка растрепанный шиньон тяжелого механического манекена, поверх удивленного невозмутимого лица, лица тоже как у манекена, на которой была нахлобучена плоская соломенная шляпка, она олицетворяла собой выставку 1878 года, на которой она, безусловно, и особенно если бы была в теперешнем возрасте, была бы самым настоящим чудом. Мне казалось, что сейчас она выпалит свой куплет в рождественском ревю, и это воспоминание о выставке 1878 года было довольно свежим. Подли нас министр предбуланжистской эпохи, снова получивший портфель, походя, посылал дамам мерцающую и далекую улыбку. Жорж Буланже 1837 1891 генерал, военный министр 1886 87 годы, после отставки выступал за возврат территорий, захваченных Германией в результате войны 1870 года. Словно окутанные тысячи нитей прошлого, как маленький фантом, ведомый невидимую рукою, он несколько усох и, сменив материал, походил на собственное производное, выполненное в пемзе. Это был бывший министр, так хорошо принятый в Сен-Жерменском предместе. Он привлекался некогда ненавистный свету и народу по нескольким уголовным делам, но от того, что индивиды, составляющие общество и народ, обновляются, что этот процесс распространяется также на страсти и даже воспоминания, связанные с этими индивидами, никто об этом теперь не помнил и все его уважали. Так что, сколь бы невелико было унижение, на него должно быть легко решиться, если знать, что спустя несколько лет наши погребенные грехи будут не более заметны, чем невидимая пыль, которая вызывает улыбку смеющейся и цветущей природы. Благодаря уравновешивающей игре времени, человек со своим краткосрочным позором окажется между двумя новыми социальными слоями, испытывающими к нему лишь почтительность и преклонение. С ними он может не считаться. Но только времени доверено этой работе. В пору лишений ничто не могло его утешить от того, что юная молочница из дома напротив слышала, как толпа, грозя кулаками, кричала ему «взяточник», пока местон забирался в экипаж. Юная молочница, которая не смотрит на вещи во временном плане и не ведает, что люди, которым кодит утренняя газета, некогда были притчей во языцах. Что человека, оказавшегося сейчас в тюрьме, быть может, вспомнив об этой юной молочнице, он не найдет смиренных слов, благодаря которым снискал бы снисхождение, когда-нибудь будет чествовать пресс, а его общество будут искать герцогини. Подобным образом рассеиваются во времени семейные ссоры. У принцессы Дегерманд присутствовала пара муж и жена. У них было по-дяде, теперь уже покойных. Последние как-то не удовольствовались взаимными оскорблениями, и один из них для пущего унижения второго послал ему в качестве секундантов консьержа и дворецкого, рассудив, что светские люди были бы для него слишком хороши. но эти истории печатались в газетах тридцатилетней давности, и никто о них уже не знал, так что салон принцессы Дегерманд был светел, и забывчив он свел, как мирное кладбище. Время не только разрушило старое образование, оно сотворило новые союзы. Вернемся, однако, к нашему политику. Вопреки физическому изменению его существа столь же глубокому, как трансформации моральных представлений публики на его счет, одним словом, несмотря на годы, прошедшие с того времени, когда он был председателем кабинета, он вошел в новый, получив портфель от его главы, так, благодаря театральному директору, доверяющему роль одной из своих старых, давно уже ушедших со сцены подружек, поскольку ее способность проникнуться ролью он оценивает выше, чем способности молодых актрис, тем более, что сложность ее финансовой ситуации ему не безызвестна, актриса почти в восемьдесят еще демонстрирует публике целокупность своего почти нетронутого таланта, а равно продолжение жизни, в которой, ко всеобщему удивлению, еще можно удостовериться за несколько дней до смерти. Что касается госпожи де Форшвиль, то она была столь прекрасна, что невозможно было сказать, что она омолодилась. Скорее, она всеми своими карминными рыжеватыми оттенками снова зацвела. В сегодняшней зоологической выставке, выходя за рамки обыкновенного воплощения универсальной выставки 1878-го, она была бы достопримечательностью и гвоздем программы. Впрочем, мне слышалось не «Я выставка 1878-го года», скорее «Я аллея акаций 1892-го года». Казалось, она все еще могла бы быть там. Впрочем, как раз от того, что она не изменилась, она казалась неживой. Она была похожа на стерилизованную розу. Я поздоровался с ней. И несколько секунд она выискивала мое имя у меня на лице. Как студент ищет ответа на лице экзаменатора, хотя проще было бы найти его у себя в голове. Я назвался и тотчас, словно благодаря магическому действию моих слов, потерял что-то присущее земляничнику или кенгуру. Эти черты были прибавлены к моему облику, должно быть, возрастом. Она узнала меня и приняла свой особый тон. Столь восхищавший мужчин, аплодировавших ей в маленьких театрах, когда, получив приглашение позавтракать с ней в городе, они ловили эти интонации в каждом ее слове в течение всей беседы. И теперь ее голос с легким английским акцентом был бессмысленно горяч и волнующим. Ее глаза, однако, словно смотрели на меня с далекого берега, а голос был грустен, как голос плакальщиц, как голос мертвых в Одиссее. Ей стоило бы еще играть. Я произнес несколько комплиментов по поводу ее молодости. Она ответила «Вы милы, Майде, спасибо». И поскольку ей с трудом удавалось освободить даже самое искреннее чувство от заботы об изысканности, она повторила несколько раз подряд «Благодарю вас, благодарю вас». И я, бегавший когда-то, чтобы встретиться с ней в лесу, я, будучи у нее впервые, ловивший звуки ее голоса, который, казалось, лился с губ как сокровище, теперь ее присутствием тяготился, потому что невозможно было понять, о чем с ней говорить, и мне пришлось удалиться, все еще думая, что слова Жильберты «Вы спутали меня с матерью» не только истинны, но и к тому же для дочери остолюбезны. Впрочем, не только в Жильберте проступили семейственные черты, доселе остававшиеся в ее облике незримыми, как таящиеся внутри зерна, дающего побег, о качествах которого до того дня, как он покажется наружу, можно лишь догадываться. Так в той или иной женщине несколько чрезмерная материнская крючковатость линий лица лишь перестраивала нос до силия безукоризненной и прямой и то годам к пятидесяти. У другой дочери банкира свежий, как у садовницы, цвет лица темнел, медянел и отсвечивал чуть ли не оттенком золота, над которым столько корпел ее отец. Некоторые в итоге начинали походить на свой квартал, неся на себе отцвет улицы Аркад, Елисейских полей, Авеню Дюбуа. Но в основном они воспроизводили черты своих родителей. Увы, ей не суждено было навсегда остаться такой же. Не пройдет трех лет, и я увижу ее, хотя еще и не в окончательном маразме, но уже в некоторой расслабленности, на приеме у Жильберты. У нее уже не хватит сил скрывать под недвижной маской то, о чем она думала, много сказать думала, то, что она испытывала, качая головой, поджимая рот, тряся плечами от каждого впечатления, как пьяница или дитя или некоторые поэты, забывающие иногда, где находятся, и вдохновившись, фантазирующие, на приеме, нахмурив брови и гримасничая, под руку ведя к столу удивленную даму. Ощущение госпожи де Форшвиль помимо одного радости, что она присутствует на вечере, нежности к горячо любимой дочери, гордости за ее блестящий прием, гордости, не уменьшавшей материнской грусти от того, что сама она больше ничего собой не представляла, эти впечатления не были радостны. Все, что она могла из них извлечь, заключалось в попытке избежать постоянных оскорблений, робкой, как у ребенка. Слышалось. Я не понимаю, узнала ли меня госпожа де Форшвиль? Должно быть, мне нужно представиться еще раз. Да бросьте, можете не стараться, отвечали говорящему во всю глотку, не подозревая, что мать Джельберты все слышит. Не подозревая или не тревожась о том. Это бесполезно. Разве что ради собственного удовольствия пускай себе сидит в углу. К тому же она слегка в маразме. Госпожа де Форшвиль украдкой метала взоры на болтливых обидчиков своими по-прежнему прекрасными глазами. Затем быстро прятала взгляд, боясь показаться невежливой. Однако она была взволнована оскорблением и старалась скрыть бессильное негодование. Было видно, как трясется ее голова, вздымается грудь. Она бросала новый взгляд на другого, столь же невежливого посетителя, но не удивлялась сверх меры, потому что несколько дней уже чувствовала себя очень плохо и намекала дочери, что стоило бы перенести празднество, но дочь ей в этом отказала. Любовь к дочери от этого не умолялась. Присутствующие герцогини общее восхищение новым дворцом переполняли ее сердце радостью, и когда в гостиную вошла маркиза де Сабра, а в то время эту даму невозможно было затащить к самым знатным персонам, госпожа де Фуршвиль подумала, что она была доброй и предусмотрительной матерью, и что ее материнский долг исполнен. Она бросила новый взгляд на других забаскалищих гостей и заговорила о чем-то, сидя в полном одиночестве, если можно назвать речью молчание, прерываемое исключительно жестикуляцией. Еще такая прекрасная она стала, какой никогда не была, бесконечно симпатичной, ибо раньше она обманывала свана и многих других, а теперь сама была обманута целым миром и так ослабла, что не смела, так как роли перевернулись, защититься даже от людей. Так по смыслу, но во французском языке возможно еще одно значение от мужчин. Вскоре она не смогла защититься от смерти. От этого предвосхищения вернемся на три года раньше на утренник принцессе де Германт. Я с трудом узнал моего товарища Блока, взявшего теперь, впрочем, псевдоним, заместивший не только фамилию, но и имя. Он звался Жак Дюрозьер, и нужен был нюх моего дедушки, чтобы узнать нежную долину Хеврона и цепи Израиля, решительно казалось порванной моим другом. Действительно, английский шик полностью изменил его внешность и изгладил все, что только можно было изгладить. Некогда курчавые волосы, подстриженные с ровным пробором, неестественно блестели. Основательный красный нос правда остался, но оказалось, что он скорее опух от некоего хронического катара. Этим можно было объяснить и носовой акцент, с которым Блок вяло бросал фразы, ибо так же, как прическу, подобранную к цвету лица, он отыскал и голос с произношением, где былая нозализация приняла презрительный оттенок, удачно подошедший к широким ноздрям. Благодаря прическе, отсутствию усов, изяществу костюма, старательности, еврейский нос испарился, как разряженная горбуния кажется почти стройной. Но смысл его физиономии особенно изменил грозный монокль. Некоторая механизация, внесенная им в лицо Блока, освобождала последнее от сложных обязанностей, которым подчинена человеческая внешность. Обязанности быть красивой, выражать ум, доброжелательность, некоторые усилия. Само по себе присутствие этого монокля на его лице освобождало прежде всего от необходимости спрашивать себя, было ли оно милым или нет. Так в магазине приказчик говорит об английских вещах, что это такой шик, и мы уже не осмеливаемся задаваться вопросом, нравится ли нам вещь сама по себе. С другой стороны, он обосновался за стеклом этого монокля на позиции столь же высокомерной, отдаленной и удобной, как если бы то было окошко восьмерессорной кареты. И для того, чтобы лицо гармонировало с волосами и моноклем, черты его не выражали более ничего. Блок попросил меня представить его принцу дагерманту, и я не усмотрел в том тех затруднений, с которыми столкнулся, когда впервые присутствовал на его приеме. Тогда они казались мне естественными, в то время как теперь я думал, что представить ему одного из приглашенных проще простого. Теперь я бы спокойно мог подвести к нему и экспромтом представить даже кого-то из тех, кто не был приглашен. Было ли это потому, что в этом обществе, которым прежде был новичком, я давно уже стал своим, хотя меня и несколько забыли, или же напротив потому, так как я не был подлинно светским человеком, что все то, что для них представляло сложность, было для меня несущественно с тех пор, как рассеялась моя застенчивость, или же потому, что мало-помалу люди отбрасывали передо мной свою первую, зачастую, и вторую, искусственную личину, и я чувствовал за презрительным высокомерием принца ненасытную жажду общения, жажду знакомств, даже с теми, кому он выказывал презрение, или потому, что изменился и сам принц, как все эти заносчивые юноши и зрелые мужи, которым старость придает мягкость, тем более, что с новичками и неведомыми идеями, от которых прежде отбрыкивались, они давно уже познакомились, и эти идеи вошли в их обиход, особенно, если старость использует в качестве дополнения какой-то добродетель, какой-то порог, расширяющий их связи, какой-нибудь переворот, приводящий к политическому обращению, к примеру, принца в драйфусарство. Блок расспрашивал меня, как я сам когда-то делал, едва вступив в общество, что и теперь иногда случалось, о людях некогда мне знакомых, но теперь столь же далеко отстоящих от меня в стороне от всего, как те комбрейские знакомые, мест которых мне зачастую хотелось определить поточней. Но комбре было для меня чем-то столь удаленным. Оно до такой степени не могло согласоваться с остальным, что так и осталось загадкой, не находящей себе место на карте Франции. Так что же принц де Германт не сможет дать мне никаких сведений ни о сване, ни о господине де Шарлю, спрашивал у меня Блок, чью манеру говорить я когда-то заимствовал, зато теперь он использовал мою. Никаких. Чем же они были примечательны? Вам бы следовало поговорить с ними, но это невозможно. Сван мертв и господин де Шарлю недалек от смерти. Но это были выдающиеся люди. И пока в блистающем Блоковском глазу отражались его раздумья о том, что могли представлять собой эти удивительные люди, я подумал, что преувеличил ему радость, испытанную мною в их обществе, потому что я способен был испытывать ее лишь в одиночестве, поскольку подлинные впечатления, произведенные на нас необыкновенным человеком, находят себе место исключительно в нашем воображении. Неужели Блок догадался, об этом? Ты, может быть, все это несколько приукрашиваешь, сказал он. Я, конечно, понимаю, что хозяйка этого дома, принцесса де Германд, не юна, но, в конце концов, не так уж много времени прошло с тех пор, как ты рассказывал мне о ее несравненном очаровании, о ее чудеснейшей красоте. Конечно, я признаю, что она величава, у нее действительно, как ты говорил, необычные глаза, но, в конце концов, невероятным все это назвать сложно. Очевидно, что она аристократка, но и все тут. Я был вынужден объяснить Блоку, что мы говорим не об одном и том же лице. На самом деле, принцесса де Германд умерла, а принц, разоренный немецким поражением, женился на экс-госпоже Вердюрен. Ты ошибаешься. Я смотрел в Готта, за этот год, наивно оправдывался Блок, и там прочитал, что принц де Германд живет в этом, где мы находимся, особняке, и женат на чем-то совершенно грандиозном погоди немного. Я вспомню, он женат на Сидоне, герцогине де Дюра, урожденной де Бо. Готта Альманах, ежегодный 1763-1939, справочник с самым широким набором сведений. Именно вся охватность справочника без детальных разъяснений вызывает насмешку писателя. Действительно, госпожа Вердурен, по прошествии некоторого времени после смерти своего мужа, вышла замуж за старого разоренного герцога де Дюра, благодаря которому он умер спустя два года после женитьбы, стала кузиной принца де Германд. Это был удачный переходный этап для госпожи Вердурен, и теперь последняя, третьим браком, была принцесса де Германд и занимала в Сен-Жерменском предместе высочайшее положение, которому сильно удивились бы в Комбре, где дамы с птичьей улицы, дочка госпожи Гупиль и невестка госпожи Сазера, все эти годы, пока госпожа Вердурен еще не стала принцессой де Германд, повторяли зубоскали герцогиня де Дюра, словно то была роль, которую госпожа Вердурен играла в театре. Так как кастовый принцип требовал, чтобы она умерла госпожой Вердурен, даже это имя, как представлялось, не жаловавшее ей никакого нового влияния в свете производило дурной эффект. Заставить говорить о себе. Это выражение, прилагающееся в любом обществе к женщине, у которой есть любовник, в Сен-Жерменском предместе могло применяться к женщинам, публикующим книги, а в среде комбрейских буржуа его применяли по отношению к вступающим в неравные с той или другой стороны браки. Когда она вышла замуж за принца Дагерманта, должно быть, там решили, что это лжегермант, проходимец. Для меня в торжественности титула и имени, в результате которой получалась еще одна принцесса Дагермант, не имевшая никакого отношения к принцессе, восхищавшей меня когда-то, которой здесь больше не было и которая, будучи мертвой, не могла защититься от покражи, заключалось что-то столь же скорбное, как знать, что замком и всем, что было у принцессы Едвиги, владеет уже кто-то другой. В одном месте он называет покойную Мария Жильбер, в другом, о котором он сейчас, вероятно, вспомнил, Мария Едвига. В наследовании имен есть что-то грустное, как во всех наследствах, как в любой узурпации собственности. Из века в век, без остановки, будет набегать волна новых принцесс Дагермант, или, скорее, будет одна тысячелетняя, замещаемая из века в век на своем месте другой женщиной, единственная принцесса Дагермант, не ведающая смерти, безразличная к изменениям и ранам нашего сердца, ибо имя смыкает надо всеми из века в век тонущими в нем свое неизменно одинаковое древнее спокойствие. Конечно, эти внешние замены в известных мне лицах были лишь символом внутренних перемен, совершавшихся изо дня в день. Быть может, эти люди и продолжали заниматься теми же делами, но день за днем представления, составленные ими о себе самих и близких им людях, постепенно отклонялось, и по прошествии нескольких лет под теми же именами были уже другие вещи и другие люди, любимые ими, и поскольку они сами стали другими, было удивительно, что у них все те же лица. Среди присутствовавших находился и видный человек, только что дававший показания на известном процессе. Единственная ценность его показаний основывалась на высокой морали свидетеля, перед нею единогласно склонились судьи и адвокаты. это повлекло осуждение двух лиц. Так что, когда он вошел, возникло любопытствующее и почтительное оживление. Это был Морель. Одному мне, быть может, было известно, что он был содержантом одновременно и Сен-Лу, и его друга. Несмотря на эти воспоминания, он приветствовал меня с радостью, хотя и несколько сдержанной. Он вспомнил наши бальбекские встречи, и эти воспоминания были полны для него юношеской поэзии и грусти. Впрочем, там присутствовали и другие люди, узнать которых я не смог бы по той причине, что не был с ними знаком, ибо время, как на отдельных людях, упражнялось в своих химических опытах и на обществе в целом. Согласно моим представлениям, особая природа этой среды, она притягивала к себе значительные царственные европейские имена и отталкивала, отстраняла неаристократические элементы, оберегала имя германтов, помимо того, что придавала ему последнюю реальность. И эта среда и сама подверглась в своем внутреннем строении, в устойчивости которого я не сомневался, глубинному ухудшению. Меня не так еще удивляло присутствие людей, знакомых мне по несколько иным слоям общества, хотя я полагал, что сюда-то они никогда не проникнут, как задушевность, с которой их здесь принимали, звали по именам, совокупность аристократических предрассудков, снобизма, автоматически ограждавшие некогда имя германтов от всего, что не гармонизировало с ним, уже не действовало. Иные во времена моих светских дебютов устраивали званные вечера, куда приглашали только принцессу де Германт, герцогиню де Германт, принцессу де Парм, и были у этих дам в части, они считались сливками тогдашнего общества, и, может быть, действительно ими были, однако они исчезли, не оставив их следа. Может быть, это были иностранцы из дипломатических миссий, вернувшиеся в свои страны, может быть, скандал, суицид, похищение препятствовали их выходу в свет, может, они принадлежали к немецкой нации, их имена заимствовали свой блеск у их тогдашнего положения, но так больше никого не называли. Никто не понимал даже, о ком я говорю, если я упоминал их в разговоре, всем казалось, что под этими именами скрывались какие-то проходимцы. Иные, кому, согласно статьям старого социального кодекса, путь сюда был заказан, к величайшему моему удивлению, были в чести у благороднейших по рождению особ, последние отправлялись скучать к принцессе де Германт исключительно ради своих новых друзей, ибо ничто так сильно и не было свойственно этому обществу, как прогрессирующая склонность к деклассации. Ослабленные или поломанные пружины отталкивающие машины не функционировали больше, и тысячи инородных телу стремились туда, лишая среду какой-либо однородности, формы, колорита. Словно расслабленная дуэрья, сен-жерменское предместье, отвечала лишь кроткими улыбками наглым слугам, наводнившим его салоны, пившим его вранжат, представлявшим ему своих любовниц. дуэрья, женщина преклонного возраста, преимущественно вдова, внушительного вида. В предложении содержится отсылка к третьему тому, к тому месту, где жестокая герцогиня лишает лакея встречи с невестой и сетует, что если так дело пойдет и дальше, он ей свою девку представит. Само по себе разрушение стройного ансамбля салона германтов впечатляло меня истекшим временем и утратой частицы прошлого даже не так сильно, как абсолютное незнание тысяч причин, нюансов, благодаря которым тот или иной человек, присутствовавший там еще и теперь, был по праву вхож в этот салон и находился на своем месте, тогда как другой его сосед представлял собой подозрительное нововведение. Это незнание касалось не только света, но также и политики и остального, ибо людская память не столь долговечна, как жизнь, и к тому же молодежь, не владевшая знанием причин, упраздненным отцами, вступая в общество, вполне легитимно, даже в благородном смысле, по причине того, что эти начала были забыты или остались неизвестны, воспринимала людей в соответствии с точкой, где последние находились, их возвышение или падение, полагая, что так было всегда, что госпожа Сван, принцесса де Германт и Блок всегда занимали высочайшее положение, что Клемонсо и Вивьяни всегда были консерваторами. Госпожа Сван, кто в описываемый момент являлся госпожой Сван, установить не удалось. Клемонсо Жорж, 1841-1929, премьер-министр Франции, 1906-1909, 1917-1920, Вивьяни Ренетт, 1863-1925, министр труда, 1906-10 годы, председатель правительства, 1914-1915 годы. И поскольку некоторые события оставляют более глубокий след, они сохраняли благодаря рассказам старших смутные, презрительные воспоминания о деле Дрейфуса. Но скажи им только, что Клемонсо был Дрейфусаром, они ответили бы, ну что вы, вы спутали, он был как раз-таки их противником. В газете Клемонсо Аврора был напечатан известный памфлет Золя. Продажные министры и бывшие публичные женщины считались образцами добродетели. Спроси у юношей из самой знатной семьи, не говорили ли раньше что-нибудь о матери Жильберты. Молодой дворянин ответил бы, что действительно в юности она вышла замуж за авантюриста по имени Сван, но потом сочеталась браком с одним из виднейших представителей общества графом де Форшвилем. Наверное, еще несколько человек в этом салоне рассмеялись бы в ответ на такие утверждения. В отрицании блестящего положения Свана в обществе я находил теперь что-то чудовищное, но ведь и сам я в Комбре заодно с двоюродной бабушкой считал, что Сван не может знаться с принцессами. Герцогиня де Германт, например, и еще несколько женщин, которые, по идее, могли бы присутствовать здесь, но теперь почти не выходили. Герцогиня де Монморанси, де Муши, де Саган, ближайшие друзья Свана, знать не знавшие Форшвиля, не принятого в обществе во времена, когда они еще не утратили с ним контактов. Дело было в том, что тогдашнее общество, подобно трансформировавшимся сегодня лицам, светлым волосам, подмененным седыми, существовало только в памяти людей, число которых уменьшалось день ото дня. Во время войны Блок перестал выходить, обращаться в былой среде обитания, в которой представлял собой довольно жалкую фигуру. Зато он по-прежнему печатал свои сочинения, сквозь софистический абсурд которых, чтобы не запутаться, я силился теперь продраться. Эти сочинения были довольно тривиальны, однако производили впечатление редкого интеллектуального величия, и многие юноши и светские женщины находили их гениальными. Вот почему, полностью порвав с былыми своими друзьями, в восстановившемся обществе, на новой фазе жизни, он стал славен и почитаем, представ миру великим человеком. Естественно, юношам едва ли было известно, что его светские дебюты имели место лишь теперь, тем паче, что несколько имен, уловленных им в беседах с Эн-Лу, благоприятствовали своего рода неопределенной временной глубине его авторитет. Во всяком случае, он казался одним из тех талантливых людей, что в каждую новую эпоху расцветали возле большого света, и невозможно было представить, чтобы он мог существовать где-нибудь еще. Субтитры 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 Субтитры